...на базовой. Точнее, наоборот, перед базовым на интерфейс. Если я машину не везу... Псюха. Ладно, друзья, с чего хочется начать? По классике жанра всем привет, всех рад видеть. У нас с вами такой большой плотный день обучения и с небольшими задержками, поэтому я прошу прощения с тем, что мы начинаем на целых полчаса позже, но я думаю, вы не сильно расстроитесь. Если расстроитесь, мне все равно, но это не главное. Главное то, что у нас с вами сейчас будет 2-3 часа плотного обучения. И к нему нужно подойти с светлой головой и очень чистой, так скажем. У нас формат будет с перерывами. Постараюсь сделать 2 или 3 перерыва, для того, чтобы все хорошо было и успели подышать воздухом. Я не ожидал, что вас здесь будет много. Я вас не ждал так много. Я истре не верил, что все-таки всех отговорят и придет туда 10 человек. Мои, пусть никого не будет. Но я, с одной стороны, очень рад, что вас много, с другой стороны, не очень рад. Я писал промо к этому мастер-классу. Я когда готовился... Это, наверное, третья часть этого мастер-класса. Ну, точнее как. До этого был мастер-класс управления деньгами, мани-менеджменте, продвинутый и первой версии, и второй версии. А это будет кардинально другой мастер-класс, но с затронутыми вещами оттуда. Потому что я понимаю, что на мани-менеджменте здесь было максимум 20%. Кто был на мани-менеджменте, продвинутый? Ага. Ну, во-во-во-во. Тут там 3-4-5 человек. Поэтому я понимаю, большая часть здесь не была никогда на этом мероприятии. И сегодня будут затронуты стандартные вещи. Вот. Но самое главное, здесь будет посыл того, как я работал с деньгами. И почему я не хотел здесь видеть всех? Если честно, не хочу сейчас. Потому что мастер-класс будет, с одной стороны, как познавающий для вас, и познающий и открывающий какие-то вещи, а с другой стороны, очень стыдный для меня. И когда я к нему готовился, мне было очень тяжело. По причине того, что здесь будет все грязное белье, о котором никто не любит говорить. А я понял, что настало время сказать. Ибо я дошел до того уровня и до того этапа, когда я понял, зачем, почему и для чего. И как действительно нужно работать с людьми. Отсюда кто-то может вынести важные вещи в плане управления деньгами. Кто-то со структурой работу может вынести. А кто-то после этого мастер-класса сольется. Ура! Может быть, нет, я не знаю. Но когда я проводил часть мероприятий и тезисность на независимую аудиторию, которая к Экти в своих групп не имеет ни такого отношения, вот ну как, имела там 2, 3, 4, 2012. Ну в общем, друзья у меня здесь которые работали, я на них провел часть мастер-класса, ну и там кто-то заплакал. Ну так, конечно, не ревел, но слезинка в глазах была. Знаете, когда фильм смотришь, ты должен держаться, ты мужик, ты же не должен заплакать в этот момент. Ну что-то такое там проскользнуло. Для кого-то из вас это будет просто так легко, как будто бы вышел погулять. А кто-то, кто действительно поймет всю суть, совершенно по-другому начнет относиться к работе. И у вас будет самое главное, что нужно для данного бизнеса, для системы Экти своего групп именно в данный момент. Это понимание. Понимание этих вещей, что делается, как, зачем и почему, для чего. Поэтому, друзья, если здесь есть представители старшего класса руководителей, старших менеджеров, директоров и так далее и тому подобное, я прошу извинения за то, что я слил ваших людей. Но с другой стороны, если они останутся, то, я говорю, понимание здесь будет бешеное. Я сюда пригласил всех своих однозначно и записал всех, потому что мне теперь нечего. Потому что я понимаю, если они сольются, то это будет строго моя ошибка. Если они будут иметь правильное и бешеное понимание, это будет моя ошибка. Ну, в хорошем смысле этого слова. Поэтому я вас поздравляю. Сегодня будет вся правда о том человеке, который стоит перед вами. Я сразу же не хочу сказать, просто когда ты рассказываешь бизнес-тренинг или какое-то мероприятие, ты всегда продаешь себя с теми вещами, которые у тебя есть, если рассказывать свою историю. Вот. А сегодня будет как раз таки оборотная сторона всей этой медали и того, к чему все это привело. В плане того, как я плакал на итоговой директорской встрече, заканчивая тем, это печальный момент, заканчивая тем, как я радовался, когда у меня на банковской карте лежало чуть больше миллиона, когда не смотришь, какой радуешься, красивый день. А потом умудряешься их за приблизительно один месяц пустить никуда. Ну, то же самое, как у вас бывает с десятью тысячами. Вот. Сегодня я об этом все расскажу. Мероприятие у нас называется «Финансовая грамотность». Вот из всей группы, если не писали, напишите себе обязательно. Ну и совет. Те, кто у меня на ораторском мастерстве был, у нас на ораторском мастерстве был, а это кто? Проходили год. Эти ребята уже прекрасно знают. Да, ё-моё. Даже я помню последние ступени, да? Вот. Те ребята знают, что всю информацию, которую ты слышишь, которую ты получаешь с какого-то мастер-класса, её нужно что? Применить. Первое применить, а второе? Рассказать. Донести до своих, да, сказать. Вот сегодняшний мастер-класс, я хочу, чтобы вы хотя бы 10% из него взяли и перенесли на свою структуру, жатую форму. Я сегодня расскажу, как эту грамотность применять на консультантах, на руководителях, на директорах и так далее и тому подобное. И основной мета-посыл, или просто посыл, который вы хотите сегодняшний, который я буду пускать тонкой нитью через вас, это один. Один простой – это видеть деньги и вести деньги. Вот это вот главный посыл, которым я буду сегодня рассказывать полностью. Если у вас сегодня голова взорвется, извините, пожалуйста. Если нет, значит, у вас она очень хорошая. Финансовая грамотность в ЭКСЛ-группе. Коротко об этом парне. Зовут его Артём Андреевич Уткин, можно просто Артём. Сейчас звоним в компанию Reflame «Золотой директор». По меркам ЭКСЛ-группе я являюсь управляющим партнером. Мои товарообороты расположены в Питере и в Москве. Это уже не мои бороды, а Марию Владимировну Стурневой, которая висит левее от меня. Я здесь. Меня красавцам вы можете наблюдать, я кому-то обещал даже показать эту вот эту 17-летнюю парню. А это моя оставка. Да, покрызаяненько просто. Некоторые говорят, что я… Ладно, не буду. Мне сейчас 23 года, сюда я приходил 17 лет. Опыт работы в ЭКСЛ-группе 6 лет. По меркам ЭКСЛ-групп я уже старый. Когда я сидел на вашем месте, те, кто работают неделю, кто-то месяц, кто-то полгода. Я смотрел на этих ребят, которые выходили там, на Даню, на Настю Круглову, на Лизу, которая мне мастерский тренинг вела, на Даню, которая мне вела на инструкторский интенсив. Я думал, господи, неужели я буду таким же? То есть неужели я столько же отработаю времени в ЭКСЛ-группе 6-8 лет? Я даже не мог представить. А прошло 6 лет, и самое главное, оно прошло как-то очень легко. Очень легко прошло и с позитивными намерениями. Хотя говна я хлинула очень много, об этом я сегодня тоже расскажу. Телефон по всем вопросам, ссылка в ВКонтакте по предложениям. И написать в том, какой ужасный мастер-класс. Я больше никогда не приду до сюда. Я любую точку зрения принимаю, потому что мне все равно. Ну а так о себе, если чего, рассказывать. ДОКТИВСЕЛ-групп, кто меня первый раз в жизни видит? Хорошо, что я отнимал. О, пока. Ничего себе. Я просто первый раз в жизни вижу кого-то, а на меня уже видит весело. Вкратце о себе. ДОКТИВСЕЛ-групп, я профессиональным спортом занимался. Футболом 12 лет, с большими заслугами там. Во время ДОКТИВСЕЛ-групп еще с американским футболом совмещал. А так я или закончил школу, ну просто повезло, наверное, что я закончил. Высшего образования у меня не имеется, то есть я глупый. Сегодня вы будете учиться у глупого человека, который периодически еще и матом не дается. Ну раз я сегодня веду это мероприятие, значит я что-то могу сказать. И мы, конечно, как всегда. Ладно, с азов начнем и моментов по поводу денег, чтобы вы понимали, как, когда и для чего появились деньги сразу же. Простой момент, чтобы вы понимали и правильно относились к ним. Запишите себе деньги. Это универсальный обменный эквивалент. Это классика жанра. Эту информацию вы знаете, наверное, понимаете. Мое мнение к деньгам и коротко о них. Ну в наше время без них никуда. Я это могу вам сказать как человек, который благодаря этой сумме спас несколько раз в несколько жизней. Причем в прямом смысле этого слова. Я могу вам сказать как человек, который их не имел никогда. И как человек, который их имел когда-то или сейчас. Я могу это сказать как человек, который видел их и не видел их. И в большом, и в маленьком, и в крупном количестве. Вот с помощью вот этой вещи в наше время решается огромное количество вопросов. Если вам говорят, здоровье за деньги не купишь? Нет. Потому что в наше время покупается даже здоровье. И я, как никак другой, знаю ответ на этот вопрос. Поэтому, когда у вас есть вот эта вот штучка веселая, решается огромное количество вопросов. Но запишите себе сразу же и второй момент. Я азы вам дам, с которых я хочу дальше с вами разговаривать. Деньги — это не конечная цель. Это самый главный момент. Даже в Библии говорится, «возовите деньги и билет, если это не конечная цель». Ну это если вы любите читать. Я в школе. Ну так. Ну я же говорю, лучше мне не учиться. Деньги — универсальное обменное поле. И, исходя из этого, мы будем шагать. То есть, когда вы будете ставить себе какие-то цели, когда вы будете прорабатывать или работать с ними, понимаете один важный момент. Если ваша цель исключительно в деньгах, вы их живы ни херами дадите. Точно. Должна быть какая-то более глубинная цель, которая уже сейчас у вас должна проявляться. Так, например, как у Дании — это travel team, к примеру, глобальная цель. Я могу ошибаться, но, наверное, это так. Потому что путешествую, отдыхаю. Так, как у Маши — отдыхай, работай, кайфуй. Так, как у Ильи. Ну, Илья. Так, как у Илья. Илья! У вас может быть какая-то верхняя, глубинная цель, ради которой вы варьете в свой друг, ради чего вы делаете. Но если это деньги, мало вероятно, что это закончится успехом. Это так. Вкратце отсылочка. Такими деньги бывают. Все это все знают. Все мы это проходили. С самого начала, как появлялись деньги. Все курсы. Сначала это были шкуры. Ну, то есть, когда ты что-то хочешь поменять, ты давным-давно, давным-давно. Люди как? У них появлялся, они были компетентны в каком-то деле. Например, кто-то взращивал пшеницу, чтобы потом лиски взяли. Ну, например, зачем еще пшеница и соло? Кто-то там, я не знаю, вращивал кукурузу. И для того, чтобы тебе получить солод, ну, допустим, пшеницу, тебе нужно обменить пшеницу на кукурузу. Ну, понимаете, да? Посылка. Как это раньше выглядело? Азы определенные. Бартовные отмены абсолютно точно. И раньше все цепилось в шкуру. У кого больше шкур, но кто-то... Да и сейчас так же. Сейчас то же самое, да? Потом все начали развиваться и появлялись драгоценные ракушки всякие. Ну, это так. Азы. Это вы все видели, да? Потом соль и так далее и тому подобное. Потом появлялось золото, золотые монеты. Это пропустим. Нужно это вынать. И, конечно, на итоге все пришло к вот этому. Да? Появление денег. Сейчас даже больше владеет миром вот эта вещь. Ну, не сами Яндекс деньги, а так называемые электронные валюты. Потому что сейчас я, например, кошелек почти никогда с собой... Он у меня лежит, но я его даже не достаю. Потому что ты приходишь с телефоном, ты оплачиваешь абсолютно все. То есть сейчас все вот эти вот деньги это какая-то воображаемая мифическая сущность. Ты их бумажками редко видишь. Они у тебя все где-то электронно валяются. Только вот если нужно, там, я не знаю, за каталоги доплатить, приходишь телефон или закат. Да. Это единственный момент, который, наверное, к которому ты приходишь, подносишь телефон и все, все закончилось. Это какими они бывают. Сколько денег надо для полного счастья? Я решил начать это мероприятие с нашей с вами постановки целей, чтобы мы могли идти дальше. Именно с постановки целей одной из самых важных величин. В жизни есть для меня две важные величины. Первое – это время, второе – это деньги. Причем в таком параметре они и стоят. Потому что время для меня ценнее, чем деньги. Я объясню посыл. Мне очень нравится мой стайл. Я никогда в жизни не работал вообще. Я сюда пришел в 17 лет, занимаясь спортом профессионально и тренируюсь по два раза в день. Мне нужна была это место как подработка. Я не знаю, у большинства людей схожая история. У Маши, у всех остальных ребят. Я сюда приходил тоже на неделю. Мне на работу нужна была на неделю, чтобы просто маме подарок купить. Потому что в 17 лет я дошел до того, что я полный, прошу прощения за употребление, не совсем красивых слов, нехороший человек, и прошу мамы денег для того, чтобы взять их и купить ей на ее же деньги подарок. Мне вот эта мысль очень сильно в 17 лет засела, и я почувствовал, что пора что-то менять. На второй момент у меня ботинки в футбольной параде звучат, называется, надо было уметь заработать. А они нормальные стоят 14 тысяч рублей. Мы все разбираемся в футбольной улице. Я пришел сюда денег заработать, все. Ну и мне так же, как Иван, очень сильно открыли вот эту головную коробочку, и туда нас напихали на тех вещей, которых не нужно. Мол, секта, денег не заработаешь, оплат не получишь, и фигня. Ну классика же она, да? Не мне вам рассказывать, все же проходили. И первую неделю я работал зашубанной, с трясающимися ручками, такими, типа, когда же меня кинул, где мои деньги? А когда деньги уже увидел, заказы разнеслись. Я уже понял, что действительно здесь можно эти деньги зарабатывать. И потом сформулировалось для меня понимание то, что я здесь работаю в первую очередь не из-за денег, хотя это очень важно, да? А из-за свободы. Из-за той свободы, которую дает Тейпти Сэлдру. Из-за той свободы, которую в свое время сделал Владимир Олегович Яскивов. Из-за той свободы, которую я мог бы для себя представить и допустить. Понимаете, да, эти вещи? Потому что ни на одном рабочем месте не может быть такого, что я всю неделю работаю ночью, а днем я сплю, к примеру. Или не может быть такого, что я улетаю из страны и там работаю. Или не может быть такого, что я просто живу в том тайме, в котором живу. Или, скорее всего, на любой другой работе мне бы такие деньги не платили. Наверное, мне платили больше, но ладно, начнем об этом. Сколько денег? Для полного счастья я для себя решил сформировать определенное видение и посчитать, сколько мне нужно денег сейчас, чтобы была цель, к которой мне нужно идти и стремиться. Но перед этим я по упражнению небольшому, ну ладно, пока это рано, по упражнению решил пройтись и начать как раз-таки все мероприятие с упражнения того, чтобы мы с вами на одном языке общались. Ну, во-первых, посчитайте для себя... Хорошо, давайте сначала покажу, как будет проще. Вот есть очень хороший пример в плане денег и управления ими. Это как спортом занимались когда-нибудь. Да? Ну, знаете, наверное, что-то такое. Вот это когда наступает март месяц и ты смотришь на свое добро, которое ты скопил. Как некоторые называют это... кому к счастью. Это мордость, или хорошего человека должно быть много. Ну, у меня такое бывает обычно. Когда ты смотришь на свою гордость, которую ты скопил за зиму. Это у меня так в Таиланде было, когда мы отдыхали, он Богу не даст собрать, и киваю. Это я такой мамон отъел там, что мне пришлось, когда я сюда прилетел, сколько работать над собой, сколько я не работал в последний год точно. Я объясняю. Вот деньги очень легко можно сравнить с вашей фигурой. Вот так. 1% счастья в тебе, это через 0 лет, вот сейчас можно получить. Есть как есть. Ничего не меняется. Если вы хотите работать над собой и развиваться, нужно, чтобы прошло время. Через 6 месяцев можно получить 30% желаемого состояния. Ну, все же из нас, наверное, я не знаю, а может быть задумались, может нет, чтобы выглядеть как классная соусочка, чтобы приходить на пляж, у тебя 10 кубиков пресс, или еще что-нибудь. Так, это не надо, у кого-то другие цели непринципальные. Я такой образ жизни вел очень долго. Ну, просто потому что мне нравится, когда у меня там не висит что-то, а, как говорит наставник Анастасилициана Генголтова, арбуз растет, а ночью сохнет, чтобы такое вот этого. Вот, и я всегда задумывался об этой вещи. Когда ты начинаешь развиваться, через определенное количество лет потраченность на что-то, ты можешь получить определенное количество результатов. Ну, а потом, в конце концов, ты можешь стать роликой. Никто не знает, кто это готовит, но не при тебя. Это огромное количество времени потраченного. С деньгами так же. Не бывает такого, что вы приходите такие и, О, Артем сегодня возьмут и расскажут, как на этом месте сотку заработать. Или даст эту сотку. Вопрос в том, за что вам эту сотку давать? Какую пользу вы принесли рынку, чтобы получать эти деньги? На хрена вам давать деньги? Зачем вам компания Re-Pay платить вам? Зачем вам в системе выдавать бонусы за то, что вы ни хрена пользы не приносите? Кто вы, чтобы вам платить достаточно? Когда я начал думать об этой вещи, ты сразу же на другие вещи тратишь свое время. И результат у тебя становится больше, когда ты понимаешь, что тебе платят ровно столько, сколько пользы ты рынку принес. Ты принес рынку пользу с тем, что ТЛК пробил? Ну, норма по продаже? Ну, лови свои 15 тысяч рублей, бегай. И то ты их не убилишь, потому что ты их просрал нашло. На ударный день каждый день не ходи. Свои личные ударные люди. С кальянами. Настя. И объясню, с деньгами тоже самое, как и со спорно. Для того, чтобы у вас estéCómo все в порядке, нужно работать, и это время, и это очень важно. Для кого-то это уже перебор. Кто-то считает, вот это, вот такое состояние, это перебор. Но кому-то достаточно этого. Но не забывайте, что есть вот такие, которые живут и говорят, что мне все пока не нравится. То же самое с деньгами. Вам может устраивать вот это состояние, вам может устраиваться вот это состояние, не принципиально. Ваша задача – определить для себя, какое состояние вам нужно. У меня есть друг, которому деньги вообще не важны, он творческая личность, потрясающий человек, живет с родителями, ему так же, как мне, 23 года, работает на газовые заправки, ну, знаете, что такое, закончил дмог, полностью закончил, да, давай айтишник, я не помню точно. Вот, он работает на газовые заправки, там, в чем вторая работа устраивается, он говорит, что деньги для него не важны, когда я сюда пришел, он начался, это был мой первый человек, которому я продал арифлайн, вот ему я продал первый арифлайн, туалетную воду, как сейчас помню, он был и Жирай, он говорит, вот так назывался, и вот, когда я сработал какое-то количество времени, он сказал, что деньги меня испортили, хотя остался тот же самый, прошу прощения за коверки моими, Тёмсом, какой был в 2012 году, как они называли антутболи, он сказал, что меня деньги испортили, и он находится на этом, он ему нравится, он живет с родителями, ему родители купили машину, он разбил, ну, и другие страны, вот, а он работает на газовые заправки, и еще куда-то подрабатывает. Но деньги испортили тебя! Да, деньги не нужны, ну, пускай меня испортили деньги и все остальное, это какое-то есть, ну, вот, ему они не нужны, ему нравится работать на заправке, и сидеть дома, и с чьейся, он, вот, думаю, так, может быть, у вас так же, я не знаю. Мне, например, не нравится, вот, я не хочу. У меня есть другой друг, у которого родители очень состоявшиеся, у меня родители, например, сейчас отдыхают в Сингапуре, в отеле Марии Байцентса, ему сказали, полетели сами, он сказал, я не полечу, я полечу, только если сам заработаю. Он тоже сам работал, и он так же и антишит, только он зарабатывает деньги. И я к чему? Потому что вот состояние ваше определяете вы сами, вы сейчас находитесь там, где хотите, и ваша задача определить для себя, сколько вам нужно. И я пошел, я пошел думать и понимать, сколько мне сейчас надо. Вот я в свое время думал, что вот кому сколько денег на данный момент, в месяц, вам кажется, что достаточно, цифру просто, любую. Кому сколько денег в месяц надо, чтобы хватило? Двадцать. Сто? Двадцать? Что, двадцать или двадцать? Двадцать? Окей, еще? Двадцать. Двадцать, хорошо, кому еще сколько? Ну, вы представляете. Чтобы за что хватило? Ну, чтобы просто хватило, ну, чтобы тебе хватило для твоего уровня жизни, который ты выбираешь сейчас, или выбрал бы при этой приятной сумме. Сто. Сложный вопрос. Сто. Сложный вопрос. То есть, когда начинаешь думать о деньгах и разговаривать о деньгах, это то же самое, как о сексе в Советском Союзе. Все такие, типа, о, о, сколько ты зарабатываешь? Ну, это не принято говорить. Это сложный вопрос, потому что ты понимаешь, что ты можешь сказать, что ты можешь сказать, что больше. Понятное дело, я к чему это говорю? Я до того, как в Эктивсейл Круп пришел, я хотел зарабатывать 30 тысяч рублей. Точнее, это мои заработки после того, как я бы окончил вышку. Я вам это могу с уверенностью заявить, потому что, когда я занимался американским футболом, все люди закончили ту вышку, куда я хотел уйти. И они либо столько зарабатывали, либо говорили, Артем не занимаясь хирургами, либо у них был свой бизнес. Вариантов было немного. И у меня бы было 30. И я думал, когда у меня будет 30. Вы вспомните, когда вам 17 лет было, если сейчас 17 или 16, не знаю, помню. Вы вспомните, когда тебя обеспечивает манка, суп варит манка, покупать ничего не надо. Охуенное время. Семьи, все окей. Огонь просто. Ты же халява, полнейшая. Я думал, 30 будет, я буду ходить по-нескому, да, просто бумажками сеять. Я в жизни никогда не ошибался. Потом я думал, что мне будет хватать 50. Я начал зарабатывать 50, я был директором, я жил здесь, на Великонном, на Дарбиномом, Атольсом. Я еще здесь работал, в этом финале. Я когда зарабатывал 50, я думал, мне будет хватать. Все просто, у меня квартира 45 стоит. У тебя 50, ты вроде бы зарабатываешь полсотки, только у тебя квартира 45. И ты ешь дешерак. С майонезом. Зато у тебя, блядь, полску так ехал. Ты не сможешь на лице. Потом я думал, мне будет хватать сотки. Потому что в свое время, на директорской встрече, мой вышестоящий наставник, Владимир Владимирович, сказал какую-то потрясающую встречу. Мы сидим, Владимир Владимирович задает ему какой-то вопрос. Он говорит, знаешь, что, Вова, я понял, просто, а нам было, мы пиздюки были. Там было, я не знаю, 17 или 18 лет, ну, мелкие. Он такой сидит, и с видом, каким-то серьезным, говорит, знаешь, Вова, я понял, что для того, чтобы выживать в Питере, мне нужна сотка. И мы начали шагать в этом направлении, я думаю, ну, блин, реально, чтобы в Питере выживать, нормально, нужна сотка. Мы начали зарабатывать по сотке. И не потому, что мы зажрали, просто сотки потом тоже не хватало. И не потому, что мы спускали все на наркотики, кальян и бедей. А просто потому, что сумма вот этих... Не на кальян. А просто потому, что уровень, уровень нормы всегда растет. И только денег, сколько вам сейчас, кажется, вам хватит, потом вам не хватит. Но я заглянул в будущее и подумал, блин, а сколько же попало мне нужно будет через 5, через 10 лет, чтобы полностью спонсировать себя для всех задач, которые мне нужны. Я проделал упражнение, которое кто-то из вас уже делал, а может быть и не делал. Я хочу его сделать вместе с вами. Поэтому вот вам вопрос и вот вам время на размышление. По поводу упражнений. Его нужно будет записать себе. Именно записать в выполнении. Формулировку я скажу. Но это будет ваша цифра. Вы ее потом можете мне сказать, если вы захотите. Если желания у вас не будет, это останется с вами на конце ваших дней. Ну или наоборот. Ответьте на вопрос. Сколько вам нужно денег в месяц для полного счастья? Вот что бы... Вот вообще. Ну вот с самым максимумом, который можно представить. Но здесь очень важно. Ваша задача не сделать, как простой студент, написать цифру, которая мне нравится больше всего. Или там пометить для себя какую-то цифру, которая красиво будет смотреться. Вот у меня на банковской карте. А прописать детально. На что? Вот сколько вам денег нужно в месяц для того, чтобы в жизни у вас все было хорошо. Пропишите сейчас. Сколько вам денег нужно на еду, если вы будете есть, например. Может, у вас мама кормит. Сколько вам денег нужно на одежду. Может, она вам не нужна. У вас один свитер, и вы мотивируете всех свитером. Или там сколько денег вам нужно на женщин, к примеру. Если у вас цель женщины, как, например, у Ульяны. Не принципиально. Вот Ульяна, она из Бианки. Посыл такой, что пропишите конкретно по пунктам, сколько вам денег нужно в месяц. Давайте на выполнение упражнения чуть-чуть времени. Долго не затягивайте. Чуть-чуть это на донышке. Поэтому посмотрите аккуратненько по времени, чтобы все хорошо было и вы все успеете. Лимит. Давайте две минутки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот просчитай кучет свой, который тебе нужен будет. Не знаю, там, кто у тебя семья будет. Своя. Собака. Своя. Своя. Или корова. Может, у тебя будет свой собственный загон со свиньями, которых мы будем жарить. И плети гляди уже не нужны будут. Будете жарить. Когда уюты будет свой загон со свиньями. Продолжение следует... Давайте еще 30 секунд. Если не успеете, можно дома доделать. Кстати, я бы вам и советовал сесть наедине с собой, помедитировать обеими руками на тему того, куда все это придет. Не подсматривай, может, она не хочет, потому что у нее там написано уже мое белье миллионный месяц. Причем тебе. Все, женщины и мужчины заканчиваем. Иначе мы вообще ничего не успеем. Если не успели, дома доделайте. Но приблизительно, по сути, какой-то ваших цифр мне бы было очень интересно. Давайте, есть минчики? Сколько? Четыреста тысяч. Четыреста тысяч для полного паши? Рублей. Да, кстати, рублей или долларов? Рублящие, да. 260 тысяч рублей. Вот когда тебе будет 40, тебе хватит 260 на жизнь, и ты будешь рад. Через какое время я просто... Да, не мотивально. Вот сколько вам нужно денег сейчас или в будущем, для того, чтобы вы могли вести свою жизнь так, как хотите именно вы? Да, давайте. У нас месяц покупать машину. Именно в месяц, понимаешь? Ты не будешь каждый месяц тебе машину покупать? Вы считаете, что раз в пять лет покупаешь, раз в три. Именно на эту цель каждый раз машину? Я не знаю, я бы, наверное, у всех свои цели, я бы этим не занимался. Просто для меня машина это как что-то родное. И ты не можешь что-то родное бросить через месяц. Хочу отдать 545. 545, хорошо, окей. 546? 546, это больше, да? Еще кто-то хочет цифры сказать. Сколько у тебя? 125 до 30. 125, без всяких танков. Я как раз с мамой живу, на великорде. Хорошо. А давайте, чтобы просто понимать, кто из вас сейчас живет самостоятельно. Ага, хорошо. По другому вопросу поставлю, чтобы внимание было. Кто сам снимает себе квартиру или комнату? Сам. За свои деньги. Ага. А кто при всем этом еще не просит и не берет денег у родителей вообще? Хотя вот и человек тоже был полугода. Ага. Отлично. Хорошо. Замечательно. Кто при всем этом еще и родителям помогает финансово? Хоть как-то. Ну, да, я понял. Ладно, мы уже пожесточу пошли. Это слишком рано. Я еще вас не подготовил. Слезы. Хорошо. Цифры, которые у вас получились. Приблизительно я их понимаю в голове, у каждого свою норму. Я заглянул в будущее. Когда мне будет что-то хорошим, тот план, который вы здесь увидите, это план на 25 лет. Ну, то есть именно 25 лет, а что мне нужно в 25 лет, то есть через два года, чтобы полностью уже заниматься тем, чем я хочу. А чем я хочу заниматься? У каждого человека есть в голове своя цель. Я просто для вас донесу свою. К чему я хочу и прийти, и каков будет финал для меня в Active Sale Group для понимания того, куда я иду и куда я спрямлюсь. То есть конечная цель, которую я вижу сейчас. Потом я, может, буду видеть другой. В одной простой причине того, что я сюда приходил на неделю, а потом как-то старший менеджер сам молодой стал. Потом еще и директор сам молодой. Просто так получилось. А потом еще и управляющим. Случайно все получилось. Посыл такой, что потом они могут поменяться. Но я хочу в 25 годах прийти к простому пониманию. Чтобы у меня было открыто 6 филиалов. И у меня филиала не было вообще. Чтобы у моих людей был филиал. И я катался по этим филиалам. И раз в месяц был в каком-то новом городе, проводя для них мастер-класс, какие-то гастроли. Просто приезжал, чтобы пообщаться со своей структурой, со своими людьми. В каком-то городе остался на день, в каком-то на неделю, в каком-то на две. Чтобы стиль жизни был такой, что ты вечно ездишь, общаешься со своими людьми и отвечаешь только за обучение, которое есть. То есть оратор, который ездит в путешествии. Вот то, чего я вижу в 25 годах и к чему я хочу подойти. Планы слишком амбициозные. И по цифрам я сформулировал для всего этого, сколько мне денег нужно для всего. И цифра получилась вот такая. На беду дома у меня достаточно 100 тысяч рублей. Что такое 100 тысяч рублей беда дома? Вы представляете, да? 3 тысячи на семью. 3 тысячи рублей в день на беду. Вот что такое 100 в месяц. 3 тысячи на еду. Это обыкновенная еда без какого-то супер пафоса. Ну, небольшого. Питался ли я так? Да, питался. Только потом отказался. Угодайте, почему? Все деньги на еду уходили. Ты просто машина попереваривала на такие дыры. Твое единственное удовольствие это жрать. Вот так получается. А когда у тебя всего 150, единственное, что ты получаешь удовольствие это, что ты жрешь и платишь за квартиру. А для того, чтобы платить за квартиру удовольствия никакого не за всех. Ну, Тёма, приведи пример вот на трешку. Что можно съесть, если ты уберешь? Рассказываю. Как я ездил, закупался, когда над ревеном жил, когда почувствовал, что хватило бога за яйца. К сожалению, это были льнявые яйца, как оказались. Посыл был такой, что мы приезжали в ленту. И что такое 18 тысяч рублей за неделю? Это просто пример определенный. Ты берешь и покупаешься 20 пакетов молока. У тебя в холодильнике молоко вот так. Как говорится, в холодильнике всегда должно быть молоко. И оно вот так вот лежит одно на другое. И у тебя окно от потолка. Хорошо, если оно на десяток. Ну ладно. Ты покупаешь молока 20 пачек. Что ты делаешь дальше? Ты покупаешь себе замороженный кревет. Ну знаете, да, что это такое? Дальше. Ты покупаешь себе австралийскую говядину, но беззеландскую. Потому что в любом случае она отличается немножко. Потому что сам к консистенции. Ты можешь взять рыбай, ты можешь взять миньон, ты можешь взять любое мясо. Мясо действительно классное, а не курица за 100 рублей. Потому что у меня были моменты в жизни, я не сегодня расскажу. Когда ты жил на 500 рублей в неделю, иногда на месяц. Это вот морально-волюбые качества. Вот когда ты жил на 500 рублей в год, в неделю до месяц. У тебя появляется морально-волюбые качества, но любовь к курице. Вы когда-нибудь делали то, что вам не нравится? Вот когда ты ешь курицу, потому что она тебе вроде бы нравится, но потом она тебя бесит как сволочь. И ты ищешь себе какие-то соусы. И в плане не майонез-кетчупа, а соусы, как себе продать, чтобы она тебе понравилась. И ты думаешь, что это правильное питание, вот там белка. Ты делаешь, что такое соус приприки в день? Это у тебя молоко, это у тебя различные стейки, я тебе только мясо перечислил. Есть еще креветки, есть еще целостная рыба, начиная с лосося, заканчивая каким-то дурацким тунцом, который в принципе тебе нравится. Или ты покупаешь акулу, она там есть. Это когда у тебя есть тараки периодически, и ты просто смотришь, как они сначала плавают, а потом ты их в кастрюлю кидаешь, и они так... Воды как не драгу. Ну вы поняли, да? Это не свист, это инфизм. Это чайник закипел. Да, это их рев, да, прошу прощения. Это их рев. Они умирают так. Я убивал раков. Это душа уходит. Я убивал раков. Душа из раков. Гейперы будут меня уважать. Я к чему, потому что вот такой вот ставил. Я могу тебе дальше писать, что у тебя огромное количество сосисок дома есть. Потому что иногда ты хочешь есть, и ты заходишь, открываешь в холодильник, смотришь, это готовить, это готовить, пол сосисок. И пошел. И в таких вот моментах вы дофига. У тебя огромное количество чая, я на тот момент чаем увлекался. Когда у тебя есть дхуан, у тебя есть тиганинь, у тебя есть пуэршан, у тебя есть пуэршу, у тебя не принципиально ничего, ты можешь гаву помануть. У тебя огромное количество чая. Когда у тебя там не только сок, а у тебя еще свежевыжатый сок. Я помню свой холодильник, там обычно некуда было поставить. Вот так вот я ел на 18 тысяч в неделю. Жало. Иногда этот прайс увеличивался. Это была еда, вот что такое еда дома. Когда ты заглядываешь в холодильник, ты думаешь, что я хочу. Сосица. Берёшь сосицу? Я говорю, что я хочу. Хочу дорадо. Такой отлично, берёшь дорадо, не готовишь. Вот это еда 100 мм. Это то, как для меня, я 100 мм. Потому что я более-менее на такую сум ел. Не всегда правда, я вам объясню почему. Еда мне дома сотка. Но здесь, я думаю, объяснять не надо. Если вы были на Рубинштейне, вы понимаете, что это вы можете не хватить. Правда, если у тебя есть карточка, на которой написано «Улица Рубинштейна». В комоде только тогда бывает. Там огромное количество ресторанов. В каждом из них от папы три раза. Чтобы вы понимали, зайдите как-нибудь. Ты просто можешь встать на это всё. Или ты можешь праздновать день рождения. Когда я праздновал маме день рождения, чуть больше, чем эта сумма ушла за день. Просто потому что 41 этаж. Еда дома 100. Просто ты идёшь в столовку поесть. Сегодня я поел... Если так есть, там ухватит три тысячи на месяц. Я сегодня поел на 99 рублей и наелся в столовку. Можно так же? Вообще отлично. Спасибо, что позвали меня. Не давний дома 100. Дом 50. Реальные цифры нашёл, загубил, посчитал. Тинькофф ипотека это называется. Объясняю. Дом за городом. Потому что в своё время, когда я уже всё отойду, мне не захочется жить в саду, я хочу в дом, чтобы у меня были свои свиньи, чтобы люди не везли. О, ну и тогда я не могу. Снука! Блядям не ездишь! Я уже... То, чего вы хотите. Я уже... Пилонет, как суть. Я уже прорисовал. А я свиньи свой дом свиньи? Свиньи файтер, если он не свиньи же. Там посыл такой будет, что ты заходишь в дом, у тебя первый этаж, ну там будет плохой телевизор, там будет кухня, ты проходишь прямо, у тебя будет баня настоящая, поднимаешься наверх, у тебя там будут спальные комнаты, там будут... Ну, в общем, я всё это за головой прорисовал. Тот дом, который я хочу, с теми гектарами, которые мне нужны, и ещё пастбищем, чтобы там коровки послить, это 50 тысяч. Конечно, без коровок и без пастбища. Это мои цели, это то, как я прорисовывал детали, к которому подходил. Прислуга 60. Вышликой 60 — это умыть за тобой посуду, убрать за тобой дом, что-то там ещё. А, стирка, ну и всё вот эти моменты. Да, Арсен Сергеевич правильно показывает... Квартира 50. Зачем квартира? Объясняю. У меня будет и квартира, чтобы я мог в центре делать дела, и дом за грядом, чтобы я мог вести нормальные дела, оттуда со свежим отдыхом и с линдой... Квартира 50. Что это за цифры? Это не обслуживание, это кредит в месяц, понимаете, или ипотека. То есть у меня будет и своя квартира, и свой дом, потому что я, в конце концов, определился, что квартира у меня будет своя, и съёмная. Потому что я, бывает, очень часто нахожусь за границей, и меня, в конце концов, душит жаба, чтобы отваливать там полсотки каждый месяц просто за то, что ты там живёшь. Или не живёшь, точнее, не находишься. А при всём этом она просто стоит. Это для понимания. Дальше. Ну, машины. Что такое машины? Это три машины, и посчитана стоимость, то же самое кредиты на них с... Это всё кредит, это кредит, это кредит, это кредит. Потому что нужно. Это с бензином. Совсем. Это просто машины. Ну, это МГ-63. Это мой любимый авентонтор. Чувствую, у меня будет треть машины. Я пока не определился. Потому что я очень сильно хочу ежа прокачивать себе. Я пока ещё не понял. Но Иши, всё равно, я никуда не уйду. Вот запомните и купите себе Иш-Ода. Вот это самая лучшая тачка, которая есть. Она, в принципе, может ехать, даже если её ничего нет. Ты можешь просто налогнуть, когда она поедет. Развлечение 25. Развлечение меньше всего, потому что я обычно развлекаюсь в СГ как-то, и обычно эти деньги для СГ, ну или вне СГ как-то, но для меня эти большие затраты. Здесь нет кокарина, если вас интересует вопрос. Путешествие 50, 50 в месяц. 3-4 раза в год я улетаю. Разное 100, разное форс-мажор. Зев сожрёт зарядку, ноутбука или телефона, или сожрёт эти егучие обои, которые я сейчас дома переклеиваю, потому что он просто всё сожрал. Или, например, у тебя там какая-то жопа случилась, в тебя въехал какой-то долбоёб, и тебе надо учинить машину, потому что судебное дело долгое. Или, да, какая-то егучая сосулька ёбнулась, потому что, блядь, Жека Хаса ссёт хуй, по-моему, у всех и у себя, без рук. Или, как говорит Ульяна, трочит друг другу ногами. Вот что-то разное. Разное это форс-мажор или вещи, которые ты не планировал. Образование. Десятка. На образование тратится деньги. Если вы не развиваетесь, у вас стагнация. Стагнация приводит к деградации. Всё просто. Заниматься ты должен, к примеру, на мастер-классах, но я тоже сейчас на мастер-классах, просто для поддержания общего уровня тестостерона в моей крови, так скажем. А по поводу обучения, это платные курсы у людей, которые мне нравятся в плане обучения. Но они такие более сектантские, поэтому большинство из вас они не устроят. Но учиться нужно. Не учишься, не качаешься. Учиться можно не только бизнесом, а учиться можно здоровью, например, на что я сейчас очень много денег трачу. Учиться, потому что у меня есть цель для жить до 100 лет. Учиться можно, например, отношениям, личностным развитием, каким-то навыкам. Водитель тридцать косарей — это просто иногда ты нажрёшься когда-то в поламину. Ну, я очень редко сажусь пьяный за руль, потому что я не пью. Завтра посмотрим. Встанем, встанем! Встанем, встанем, встанем. Напишите, нет, не буду. Я же ему показал. Я ещё по-духости показал уже. Ладно, больше не буду никогда. В общем, водитель нужен на те случаи, что, если ты выходишь из комода в говнище и тебе не дойти, нужно вызвать его, чтобы он 500 метров сдал назад задницу и вот так вот и посадил тебя в дом. Ну или для чего-то ещё, потому что дома у меня будут заданы. Иногда я люблю делать дела в машине или в такси. Например, когда я в машине, я ушки вставил и обзваниваю структуру. А так прикольно. Сзади сел и по новому вопросу решаешь. Для этого мне нужен водитель. Одежда 100 тысяч. Ну, нормальный бренд, нормальная марка. Кошарели или ещё что-нибудь — это действительно стоит денег. Женщина — 50. Ну да, я понимаю, что надо больше. Это уже разработка. Женщина — 50. А, тут всё нормально, там свиньи просто. Как говорит Мария Колесникова, не по женщинам, я по свиньям. А, эту женщину просто, видимо, вызвать один раз в месяц? Да, свиньи. Ну, короче, чтобы вопросы не задавали. Ну, девочки же любят все это хернё, как вот. Часто девочки на цитаты я... Точнее, цитаты Ирины Капусиной. Ну, ладно. Потому что... Шопинг очень сильно расслабляет. Я, когда, блядь, иду покупать что-то и обещаться через 20 минут начинаю. «Возьмите мне эти носки и отпустите меня, пожалуйста». «Кеда дома завести с девушкой, правильно?» «Ну, она обычно не ест». «Последний пункт из девися. Когда у меня будут дети, наверное, они будут...» «Это мало, Тёма». «Вот, вот на счёт единственной этой цифры я не уверен. Потому что у меня, к сожалению, в этом опыта нет. Это моё субъективное мнение...» «И детей тоже пока нет». «Я про детей говорю». «А родители?» «Родители — это раз. Почему? Потому что раз в год. Но сейчас я, например, платил путёвку в Белоруссию, которая стоила 200 тысяч рублей. То же самое было и в прошлом году, и в позапрошлом, и так далее, и тому подобное. У меня разные это вот все остальные расходы. Денег дать родителям, или сейчас оплатить за колоннальную услугу родителей, или закинуть денег на телефон, или подарить телефон, или подарки. У меня это обычная софта. Ну, то, что я сейчас представляю, более-менее кручу в голове. «Дети 250 — вот за это я не уверен. Ну, просто в зависимости от того, сколько детей ты хочешь, и сколько ты готов на них тратить. Вот это я приблизительно покинул на двух. Ну, наверное, не хватит, да? Я говорю о том, что люди... Ну, роды стоят 250 одного просто как бы заразно. Да, кстати, я уже заранее... Роды бесплатные? А ты думаешь, подожди, ты думаешь, Китюша, нас сама родить, что ли, бесплатно? Ты чё? То есть ты рожаешь, и все бабаки я не высушу? Извините, у вас не оплаченный ребенок. Несите деньги в кубкуроприемник. А это роды в России, кстати, это даже не в каком-нибудь... ...на родила в нормальных условиях. Да, у нас соседка просто была. Она родила за 250. Просто когда у тебя в нормальных условиях ты рожаешь, и все хорошо. Ну, если в хороших условиях... как-то в ботиске в больнице съездит. Да, посмотри, вот так... Зато родишь быстрее, нормально. Ну, не ток, вы... Окрубляя с форс-мажором лям 100 мне нужен в месяц. Я думал лям 200, но я пересчитал. Казалось, лям 100. Я всегда думал, что мне нужно лям 200. Но я пересчитал, и, видимо, где-то я что-то убрал. Я, точнее, убрал раздел подарки и переменство убрал. Пиздет же, пиздет. Вот, чего хочется. Это не много и не мало. Есть люди, которые по 30 лям в месяц зарабатывают. Ну, мне столько, чтобы жить нормально нужно. Если меньше, значит, что-то придется урязать. Он, скорее всего, будет... Вот, меньше — это уже дискомфорт. Больше это называется профицит. Вот, что получилось у меня. Посчитайте себе приблизительно так. Это не сейчас, а потом. Это на тему того, чтобы мы могли с вами шагать дальше и куда-то двигаться. Как чувствует кайф от жизни? Потом я задался вопросом. У меня в свое время появились деньги. Нет. Ну, такая бывает только ситуация. В основном тоже. Разнес заказ сотка. Я с вами появился такой личный. За каталоги деньги отдали. Вот, это есть. И я начал задумываться... Я всегда думал, что сначала, когда мелкий был, что кайф в жизни того, чем ты занимаешься. Ну, я занимался любом себя, я киповал в этом. Потом я пристал это удовольствие получать. Потом я думал, что кайф в деньгах. Ну, то есть, чем больше у тебя денег, тем и кайф больше. А потом... Я начал зарабатывать много и как-то... У тебя денег на хера, но кайф ты не чувствуешь. По каким-то определенным причинам. И я сделал для себя выводы определенные. Ну, изначальный вопрос. Как деньги? Причем кайф от жизни? Когда получаешь удовольствие? Что нужно делать, чтобы получать удовольствие? Присловать. То, что нравится, присловать, еще. Что-то новое, еще. Развитие. 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 А вот этим вопросом тоже долго задумался о нем. И куда дальше шагать? На тему денег, на тему всего того, чего происходит. Ответ был очень такой простой, который давно еще был получен. Просто у меня было такое... Ну, вспомните. Есть у вас какая-то тема, от которой вы реально получаете удовольствие? Сейчас или раньше? Ну, у кого такая была? Есть, к примеру. Тема, от которой ты кайфуешь, да? Еще у кого-то? У кого не было? У всех было. Ну, у вас была тема, от которой вы реально тащились, кайфовали. А потом что-то наступило, и вот ты играешь с киской, а теперь уже удовольствие нет. Ну, не с киской, а то, что вот то дело, которое вам надоело, вы пристали от него получать удовольствие. Было такое? Ну, так всегда. Так абсолютно всегда. Я начал задумываться от чего. В процессе зарабатывания денег ты кайфуешь. Ты получаешь истинное удовольствие, когда ты заработал, не принципиально никакая сумма. Почему? На первом этапе у тебя есть кайф, а потом почему-то он пропадает. Я задумывался почему. Ответ был получен в 2013 году. Ответ был простой. Не поверите, но вы его знаете. В гармоничном развитии каждой из сфер жизни. Точка. Вот кайф у тебя приходит вот этот вот, ладно, до этого пока еще рано, когда ты гармонично развиваешься в каждой из сфер. Я в свое время просто почему большие результаты делал? Просто по одной простой причине того, что я занимался одной сферой, уставал там заниматься, приходил и занимался другой. У меня тренировки каждый день были. Идешь на тренировку, ты кайфуешь там, но в конце на второй тренировке ты уже не кайфуешь. Ты хочешь всех нахер убить или сам закопаться. А после этого ты идешь раздавать каталоги, и для меня это было, блин, просто как счастье какое-то невероятное. Потому что ты с этого футбола, где у тебя уже ноги не ходят, ты уже ползаешь на руках. Ты идешь раздавать каталоги, и для тебя смена ниши, понимаете? Какая-то смена состояния, потом ты идешь с друзьями отдыхать, у тебя смена состояния, понимаете? А когда ты сидишь и целыми днями ты рекрутируешь каталоги, потом целыми днями еще рекрутируешь каталоги. То же самое продажи, это смена. Смена определенного состояния. Да, тебе, кому нравится продаж, запомните, стрессовый продаж может быть только тогда, если вы занимаетесь мини-прайдом. Язык марсер-класс по продажам 2013-2012 год. Понимаете, да, Басов? Вот такой момент определения каких-то навыков. И я с вами рвал для себя просто, прошу прощения, я не умею рисовать и писать, поэтому заранее не знаю. Пусть все это знаете вкратце, но я еще раз вам рисую. Что сделать? Классика, жанра. Возьмите себе 30 рублей. Повозь 30 рублей. Есть такие? Нет, отлично. Дальше, что делаете? Первое, как кайфовать от жизни, запишите. Как кайфовать от жизни? Вот просто. Первое, взять 30 рублей. У всех это есть, значит, мы уже все кайфовали. Отлично. Если нет, попросите продать сколько этого. Или подать. Второе действие. Идем в буква Е. У нас с собой 30 рублей. А ватку? Ватку, да? Третье, купить ватку. Странно, да, Ваксим Сергеевич? Если бы это не знал. Странно, это мастер-класс по обстановке целей. Покупайте себе бляцкий ватман. Потом берете... У меня... Бляцкий ватман. У меня в другом кейсе, я вам не покажу. Сначала рисуйте черновик. У меня черновик в ежедневнике и ватман в оригинале. Объясняю. Рисуйте себе вот эти вот 4 сферы в жизни, в которых ты можешь получать удовольствие и развиваться. Первое, это бабло. Второе, это развиваться в бабле. Второе, это развиваться в личностном росте. Развиваться в отношениях, развиваться в здоровье. Ты берешь и рисуешь себе в черновике вот эту текст. Рисуешь себе стрелочки определенные, да? И твоя задача посчитать по десятибалльной шкале, где ты находишься. Выделяешь на 10 вот этих вот пунктиков. В какой сфере, где ты находишься. Вот 10 пунктиков. У тебя есть, например... И вот твоя задача подумать, где ты находишься в данный момент, в данную секунду. Просто я вам объясняю посыл такой. Если у вас в жизни нет цели, у вас бесценная жизнь. Она нахуй не нужна, иди ебать мне. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Посыл простой. Нет цели, жизнь просто не нужна. Как говорила моя учительница по русскому языку, и в то время классный руководитель, сейчас молодежь, она ебанутая. У тебя посрать, пожрать, поспать. Всё. Сожрать и поспать не сдохну. Да, хумичка? Ну... Хумичка, он ещё сдохнуть может. Да, я тоже знаю. Посыл понимаете, да? И определяете. Что такое 0? Что такое 10? Здесь у вас 0. Здесь у вас 10. Что такое 0? Давайте в деньгах. В деньгах это вы в долгах, и вам нечем расплатиться. И вы не знаете где найти деньги чтобы расплатиться. У вас нет никакого метода чтобы заработать эти деньги. Вы не знаете что есть рефлейм, что есть каталоги, что есть работа по найму. вы ни хера не знаете, вот это ноль. Что такое 10? Это понимание того, что даже при учете краха, рубля, всяких инфляций и все остальное, ваши правнуки будут обеспечены всю жизнь. Вот это 10. И то же самое в личности, отношении и здоровье. Что такое ноль здоровья? Это когда, ну все, тебе осталось чуть-чуть, ты об этом знаешь, и тебя скоро не будет. Что такое 10? Это когда ты каждый месяц проходишь полное обследование, свидетельствование организма. Чтобы тебе сказать, что братан, у тебя там вот вымерла кожица на мизинчике, надо поглотать, маша реклама. Вот это вам же нужно дома сделать, да, посыл? И когда вы поставите вот эти цифры, ваша задача, чтобы у вас было определенное понимание всего. Чтобы у вас был не гробок квадрат, что хороший. Чтобы у вас было нормальное развитие в каждой сфере. Когда вы понимаете, что у вас деньги развиты на 8, а здоровье у вас на 1, ну братан, у тебя проблемы. Как минимум. Логику чувствуете? Счастье это гармоничное развитие каждой сферы. Поэтому нужно составлять свою неделю и работу таким образом, что ты и деньги зарабатываешь, и спортом занимаешься, и вот эту хуйню свою качаешь, что называется межушная мышца. И когда у тебя с отношениями все нормально, у тебя есть друзья, к которым ты можешь прийти и сказать, в аванге плохо поймем руками. Да. Да. Да, 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 что ты понимаешь. Это так, да? Просто я говорю, если у вас деньгами все хорошо, но вы скоро умрете, наверное, вам деньги не пригодятся. Хотя можно передать наследство. Вон, к тому, кто кашляет. Я бы аккуратненько. Ну ладно. Забыли, да? Главный момент простой. Забыли очевидную ОСГ, но не очевидную для других мест величина. Это время. При всем том, чем вы занимаетесь, нужно не забывать такую простую вещь, как деньги, которые вы получаете от того, чем занимаетесь. Для того, чтобы было время, деньги должны зарабатываться от бизнеса или инвестиций. Самое главное, вот это время, которое вы можете тратить для себя, как личность, развиваться. Для себя в отношениях, с друзьями, чтобы встречаться, не общаться. Я говорю, что у меня нет времени с тобой погулять, потому что я работаю. И то же самое здоровье. Чтобы не было такого, что вы не доживаете до пенсионного возраста, потому что у вас организм просто самортизировался, потому что вы его ебёте каждый день. Ну, в плане того, что мало, не следим за здоровьем, не отдыхаем, работаем сильно. То есть организм, так же, как и машина, не бывает, что ломается, например, зубы или ещё что-то. Работать на опережение в этом моменте. Вот это вот очень важные вещи. Проблема для того, чтобы было время, деньги должны зарабатываться от бизнеса или инвестиций. Итог простой. Сотрудники, предприниматели категории людей, которые никогда не могут быть счастливыми, потому что в их жизни нет времени для гармоничного развития, блять, каждый из них. Точка. Финит а-ля комедия, занавес опускается, понимание того, что если ты в ВСГ, у тебя есть время для развития. Понимание, если ты на работе, тебя идут два ствола в задницу, и у тебя нет времени для того, чтобы заниматься своим здоровьем, потому что оно будет рискаться. Вот два ствола. В задницу. В два. В задницу. Охуенно. Понятно. Некоторые девочки тоже не будут. Посыл понятен, да? Вот сегодня мастер-класс по деньгам, мы уже основную часть прошли, и посыл он простой. Сколько бы у вас денег не было, вы не будете кайфовать, если у вас здесь просаг, здесь просаг и здесь в отжопе. Или у вас, например, не практикально. Посыл он очень важный, чтобы вы зарабатывали деньги, а время, которое у вас было, вы тратили на развитие себя как личности. Четыре секрета. Классика жанра, вы знаете еще раз, это базис. Что нужно делать с деньгами, чтобы с ними все было в порядке? Первое, это нужно вести учет. Точка. Каждый раз, блядь, когда проводится этот мастер-класс, все говорят, нужно считать, нужно вести. Если ты не управляешь деньгами, деньги управляют тобой. Мастер-класс заканчивается, что начинается? Правильно. Старое доброе нихуя. Подругого не бывает, все такие, да, надо вести. Я понял, ребята, реально, вот эту тему надо вести, серьезно. Блин, отлично. Артем рассказал, он замечательный. Я до этого знал, не был уверен, сейчас я уверен, что буду вести, завтра с утра я проснусь и запишу все свои расходы. Все. Максимум хватает на неделю. Кого-то на месяц. А знаете, когда мы возвращаемся к старой доброй бухгалтерии? Когда мы залезли в такие долги, блядь, что в принципе ты и достать-то не сможешь. И тогда думаешь, блин, реально, если бы я ввел в бухгалтерию, все было хорошо. А потом ты введешь в бухгалтерию, вылезаешь из шопы, так говоришь, а нахера мне бухгалтерия, когда у меня уже денег есть? И старая добрая. То же самое место, правда, уже без болезней. Ты понимаешь, что опять нужно вести бухгалтерию. Учет, это самое главное. Я сеньхер, вы сегодня выйдете отсюда, и никто не будет ничего вести. Я знаю. Поэтому сегодня сегодня мастер-класс для моих людей, для моих людей, станет последней точкой в забивании в гвозди, в могилу нет бабла. Это важно. И, возможно, для людей, руководителей, которые здесь сидят. Потому что то, до чего я дошел сейчас, блядь, если бы мне сказали ебучие шесть лет назад, что Тёмсон, делай вот так, мне похер, мне могли бы даже так сказать. И сказали, если так не будешь делать, струблю тебе колено. Я уверен, сейчас бы было все по-другому. Второе. Жизнь в плюс. Об этом мы тоже будем сегодня говорить, об этом я расскажу. Если вы говорите себе, что у меня бабки в минусе, но все равно мне все хорошо в жизни, деньги это не главное, наебавы. Потому что в любом случае, если ты живешь в минус, тебе хуёво. Тебе хуёво изнутри. Ты можешь ходить, как человек счастливый, ты говоришь, у меня все дорожало для меня посмотреть. У каждого человека с бабками. А за душой тебе... ...карман. И то, скорее всего, к дыряву. С брюками за 200 рублей и second-hand и волок. Жизнь в плюс. Когда ты живешь в плюс, у тебя сразу же состояние душевное, оно поднимается. Потому что плюс и минус это сильные антрогонисты. Даже если ты жесткий в минусе, и хочешь такой радостный, типа, ребятки, и все равно. Знаю про себе. Миздец. Слезы, негатив, жизнь, боль начинается вот отсюда. Есть пять стадий, как можно трактовать свою жизнь. Первая стадия нулевая. У всех обычно с этого начинается, особенно пессимистов. Это когда ты больше говоришь, что жизнь говно. И всем за эту тему, типа, давай, ты со мной. Ты считай, что жизнь говно. Вы вместе хотите говорить, что жизнь говно. Потом, когда ты уже понимаешь, что это полное пиздец, ты растешь. И ты начинаешь говорить, что не жизнь говно, а ты начинаешь говорить, что моя жизнь говно. Вот у Дани все нормально, а моя жизнь говно. Вот ему просто повезло. Вот у него хорошие родители, поэтому он возле. А то мне не повезло. Он директор, а я нет. Просто вот мне не повезло, потому что моя жизнь говно, а у него получила. Ему фартануло. Вот фартануло. Воу вообще покрою. Если бы я был на его месте, я бы сейчас по-другому. Третий этап это когда ты уже понимаешь, в чем смысл жизни, достигаешь этот этап и получаешь от него удовольствие. Воу, я кайфую, отлично, я круто, у меня есть результат. О четвертом акаде я вам не буду рассказывать еще раз. Третье. Деньги для дисциплины. Деньги нужны для того, чтобы дисциплинировать вас. И вы должны им управлять, а не они вам. Ну и последний, четвертый, правильные кредиты, об этом я сегодня тоже много времени наделю. Поэтому сегодня как раз из-за этого мы не уложимся. Потому что я не планировал это говорить, но получается так, что нужно. Потому что играть можно в эту игру очень долго и очень неправильно. А в конце концов сесть. Как батарейка. В тюрьму? В тюрьму? В тюрьму? Да нет, в тюрьму мы в России, господи. У вас кто-нибудь в тюрьму, я не знаю, что вы должны сделать. Ебать свиней. Это незаконно развивать? Да, конечно. А, не уважить на отношения к животным. А к тем, кто добился больше чего-то. Это секретное обращение с деньгами. Ну блин, это не секрет, я просто знаю. Применять будете окей, можно подразделить. Это меньшая часть, которую я могу сегодня дать. А конкретные действия того, что с вами будет происходить, будут поняты. Это больно. Поэтому об этом, наверное, и попозже мы будем общаться. Я решил поднять все строго грязное белье, самостоятельно показать то, чего будет в ВСЖ, если вы будете работать так, как не нужно. А потом в этом грязном белье будет показано то, как вы будете работать в ВСЖ и чего вы от этого будете получать, если будете работать правильно. Здесь будет больно, наверное, больше мне, а не вам, но кто-то из вас увидит в себе это же. Я расскажу о том, как я совершенно случайно проснулся и понял, что у меня долгов почти на полряма. Я вам расскажу, как я оттуда выбирался. И иногда ко мне люди подходят и говорят, Артем, у меня долгов на 10 тысяч, я не знаю, что делать, не знаю, откуда их брать. Я так мило улыбаюсь, смотрю на них, думаю, блядь, братан, как тебе повезло. Ты туда начали. Я никому об этом никогда не рассказывал, но сегодня вам расскажу, чтобы вы понимали, куда вы можете прийти, если будете страдать хуйнёй и неправильно вести бухгалтерию. Куда вы можете прийти, если вы будете тратить деньги не так, как нужно, а самое главное, как из этой херни убираться и выбираться, если вы туда реально забрались. Но если не хочу, всеми своими мантрами внутренними и чакрами, чтобы в ту жопу, в которую я забрался, вы никогда в жизни не забрались. Именно поэтому будет моё грязное бельё для того, чтобы вы своё или постирали, или купили новое, или поняли, что оно у вас действительно чистое. А сейчас мы с вами сделаем небольшой перерывчик на 5-7 минут. Во время перерыва, друзья, подойдите ко мне, пожалуйста, чтобы я вас записал, что вы сегодня были. Всё, отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Сейчас я читаю книжку Продолжение следует... 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 анализ ситуации, чтобы вам не натыкаться на то же самое. Просто запишите для себя мои выводы после того, когда я забрасывал вести в бухгалтерию, начинал, чтобы вы к этому не приходили. Как только перестал заниматься в бухгалтерии, приходил пиздец. Всегда. Абсолютно. Не было такой ситуации за все мои 6 лет работы, как ты сказал, друг, что я не вел расходы, доходы, и все было в жизни хорошо. Всегда приходил пиздец. Абсолютно всегда. Второе. Все проблемные садения. Это мои выводы. Нервозность, стресса. Агронометр у тебя зашкаливает. Дотагришься на все. Демотивация. Когда у тебя нет бабла, ты очень часто ругаешься с людьми. Когда у тебя нет бабла, ты становишься очень сильно нервозным. Начинаешь просто переживать из-за всего, нервничать. У тебя большой стресс. Я на фоне того, что у меня не было бабла, скинул, блядь, скинул 8 килограмм. 8, блядь. Просто из-за того, что у меня не было бабла. Я похудел так, что ебать просто. Я только никогда не весил. Я в 16 не весил столько, сколько весил в 18. Я просто ушло все. Я стал трещом. Ужасно. Второй раз, когда был стресс, я отжили его. Я не знаю, как это работает. Я не могу вам дать совет. Идите в долги, тогда вы станете худее. Идите в долги, вы будете жирны. Но я первый раз я стал худой, просто вот такой. Второй раз я стал жирный. У меня начало появляться пузо, щеки, четверки, подбородок, где-то болтался. Вот именно так это работало. То есть ты сразу все это замечаешь. Самое главное, это демотивация, которую ты ловишь. У тебя, было у вас такое, что вы перестаете от изжили получать удовольствие. Было, наверное. Так же, как и других вещей. Каждый раз я замечал, что демотивация, когда нет бабла. Ну, точнее, когда нет бабла, это взаимосказанная вещь. Это то, что я наблюдал. Денег меньше, меньше удовольствия. Точно. Когда у тебя много денег, ты смотришь на это удовольствие. Потому что деньги помогут решить вопросы в твоих целях, решить вопросы в квартире. Знаете, как хорошо жить, когда ты понимаешь, что у тебя квартира проплачена на год вперед? Вот когда у тебя на год вперед проплачена квартира, и тебе не нужно за нее платить. И ты понимаешь, если в этом каталоге ты не заработаешь, то похер, потому что у тебя квартира на год вперед проплачена. Понимаете? Когда у тебя на телефоне лежит только 20-й, и ты понимаешь, что ты можешь общаться сколько угодно, потому что следующие 4 года ты можешь за телефон платить. Когда у тебя на iFlam лежит 100 тысяч рублей, И следующие каталоги ты можешь заказывать, ни о чем не банится, потому что у тебя там деньги лежат. И когда у тебя оплачены все будущие расходы наперед, ты даже сейчас можешь быть покойным, когда у тебя нет бабок, потому что у тебя нет расходов. Понимаете? Это работа на опережение. Это то, чего я пришел. И много мыслей о Сливе. Вот чего я начал контролировать о себе всегда, когда у тебя нет денег, ты думаешь о Сливе. Почему? Потому что у тебя занавес опускается. Просто потому что, что такое SG? Все согласятся стопудово, что в SG ты приходишь и тебе сначала деньги нахер не нужны. Ты кайфуешь от коллектива, ты кайфуешь от мероприятий, то, что деньги получаешь там. Ты кайфуешь от времяпрепровождения, от какой-то новой деятельности, ты кайфуешь от все это. Так оно? То, когда первое время начал раздавать каталоги, нормально, начал кайфовать. Есть такие? Я невероятно кайфовал, мне потом просто запретили заниматься продажами. Ну, я кайфовал от них, реально. Ну, запретили мне и Дане, только я реально завязал, а Даня не завязал. Я тогда такой долго уберялся, ему говорили, почему он занимается продажей, а мне запретили, а не занимается. Я тогда ой как и виновал. Даня, ходил, Вов говорит, так, Даня, будешь делать продажи, я тебе блог на аккаунт поставлю, у тебя штраф будет. Он такой, знаешь, Вова, если у меня будет штраф, я буду делать еще больше продаж, чтобы отдавать тебе эти деньги и зарабатывать еще сверху. Я тогда смотрел Даню, ебать политика, типа, у тебя штраф, и ты думаешь делать еще больше продаж, чтобы ты на штрафы давал, а у тебя еще бабки оставались вверх. Я думаю, бля, вот это, вот это, вот это. Да, мне просто интенсив сильный. Люди вели это, Даня, две ступени, и Настя Кругловая. Я интенсив прошел абсолютно бесплатно и был героем каждой ступени, потому что мне нравились ведущие, нравился подход. Но он, Танек, мне не за счет эту теорию поставил, просто так причем, это мы уже выяснили потом, это на тематик, кто мне сдал теорию первый раз, завалил меня, засранец. Просто там, у меня все было идеально написано, ну, все остальные просто там, девочки, я один, только я один, ну, ладно, много мыслей о сливе, я к чему, к тому, что, просто, у тебя нет бабла, и ты, так, у тебя не мотивирует ничего. А теперь интересный момент с моей старой футбольной спортивной жизни. Ни хрена не поймете, но все-таки, что-то написано, рейтинг ведущих факторов, демотиваторов, снижение мотивации спортсменов, который был проведен на огромном количестве людей, я кому-то скидывал. То есть, что, вот когда ты занимаешься спортом, у тебя есть демотивация, которую ты получаешь, чаще всего она из-за спортивных травм. Когда у тебя травмуют, все, ты вылетаешь из спорта, потом тебя не берут или еще что-то, фу-фу-фу, я через это прошел, у меня этого никогда не было. Второй момент, это финансовые проблемы. Чаще всего перестают заниматься спортом, потому что финансовые проблемы. Я видел очень много хороших игроков в России в плане американского футбола, я просто в американском футболе, что ты у нас получил, я занимался этим видом спортом. Американский футбол — это один из самых дорогих видов спорта в России, потому что там одна экипировка стоит около сотки, с этими какасами, шлемами, перчатками, бутцами и всем остальным. Я видел, как топовые игроки просто не играют, по одной простой причине — их нет денег, понимаете? И в УСГ то же самое, только в УСГ стоит вот это вот, или на первом или на втором месте. На первом месте обычно стоит нет результата, но если нет результата, их денег, финансовые проблемы. И в спорте везде так, любое, что тебя демотивирует к какому-то действию, это проблемы с баблом. Поэтому цель сегодняшнего мастер-класса — вести в гугл-серии, следить за баблом, чтобы было давно, не тратить какую-нибудь, а в этом я еще поговорю. Как я уходил в минус? Что такое богатство? Деньги работают для себя, доходы превышают расходы, еще. Даша? Когда тратишь меньше, чем зарабатываешь. Постоянно получается. Без участия. Богатство — это когда ты зарабатываешь больше, чем тратишь, и тратишь меньше, чем зарабатываешь. Вот это богатство. Когда ты живешь в плюс. Финансовая свобода — это богатство, которое получается без твоего участия. Понимаете? Да? Финансовая свобода — это когда ты получаешь деньги, то есть зарабатываешь больше, чем тратишь. Богатство тебя будет превышать до того, что ты не прикладываешь усилия. Как я уходил в минус? Объясню. В 2013 год я съехал от родителей и начал жить на деньги, которые еще не зарабатывали. Кредитная карточка, деньги какие-то с продаж, деньги, которые приходили с Орикой, и мне нужно было отдать им до дачи. Тратил мне откладывал в квартиру, продержался до марта 2014. Всю эту веселую историю с полным бизнесом выслушали. Минус 16 тысяч. Это вот здесь где-то было. На начало марта было минус 16. Когда я окончательно съехал, было минус 50, и карточка 25. В итоге, в долгии съехал и не скитался. Ну, по поводу скитался я сказал. Это первый мой выход. Вот здесь вот на этапах 16 на выхлопе получилось 75. Ну, вроде бы минус. В 2014 год, зима. Сводил концы с концами, жил отдельно, боролся за жизнь. Потом, когда я съехал второй раз на Невский к офису, который был на... Господи, как его назвать? На кончарном. Тогда я просто сводил концы с концами, потому что я опять плачивал за квартиру, и мне просто нужны были деньги на что-либо жить. Почему? Потому что я жил свободно, но результат у меня было нихуя. Я был просто, блядь, директором с открытой квалификацией старшего директора с 3 тысячами баллов. У тебя нихера не денег, ты можешь платить только за квартиру и есть. А свободы никакого вопроса не идет. В 2015 год, визна, полная дизмораль, полный пиздец. Не было ни структуры, не было денег. В плюсе вообще ничего не было. Сводил концы с концами. Вот здесь вот очень важно. В 2015 году я с минус 100 вышел до нуля рублей. Потому что просто, блядь, мне фартануло, и лето началось. Реально. Вот здесь мне, что мне помогло, как я выжил с минуса, и лето началось. Я про это рассказывал сегодня. Это был самый фарт, который у меня был. В 2015 году ни структуры, ни бабла. Вот такой хуй у тебя. Блин, ну вы понимаете. И как я вышел, просто лето началось. Началось лето, и структура пошла. Люди пошли. И импекты тогда начались. Еще заработал 500 рублей на то, что он гантон взорвал. Было вообще отлично. Но тогда я вышел и затронились. И заявление наебашило. Когда у меня было? 2015 год, зима. Дал себе слово, что начинаю ебашить. Что тогда повлияло, если честно, и на что я подписался? Когда получилось так, что у нас в Excel группе был человек, у которого сайт был очень интересный, он назывался, он Travel Team. Такой сайт был прекрасный, да? Да. А это конец года или начало? Это зима. Это конец, правильно говоришь. Конец 15-го года. Зима не обошила, конец 15-го года. Что было? Была зима. И тогда вот этот человек с сайта такой, он Travel Team, говорит, ебанём, а у меня тогда деньги какие-то прохлёстывались. У меня вот как-то повезло. Так что деньги появляться начали. Структура хорошая была. Зима это про продаж, структура все дела. И мы ебанули. Мы свалили на канале, причём за какие-то копейки, я точно не помню. Я ещё тогда всю жизнь вспомнил, когда ты поднимаешься на эту ебучую тель, добрее, через половину, и ты душать нечем, там слева, потому что... Верните меня назад. И тогда мне ёбнуло, что надо делать. Мы хорошо отдохнули. Я вышел с минус 150 в 0 рублей. Ну, точнее, потихоньку выходил. Как это происходило? Я прилетел, начал ебашить. Я выставил охуевшую структуру. Я начал сильно работать. А потом Маша Колесникова говорит такая, а давай ебаню. Я говорю, давай ебаню. Прошла неделя, мы свалили с ней в ГО. И в ГО. Я просто... Мне тогда ещё сильнее повезло, серьёзно. Я тогда просто хорошо проработал, закрыл старшего директора. А за старшего директора тебе чё это полтора косаря давит? Мне дали полтора косаря, просто потому что здесь я уже начал ебашить, после того, как прилетел. И мы с Машей улетели в ГО. Там я оставил около 90 тысяч, кайфовал, бегал, кайфовал. У меня тогда ещё классно всё было в плане структуры, она здесь осталась, чего-то делала. Около 7-500 я закрыл, и тогда мы цели поставили. Я помню, как мы сидели и цели прописывали. Я тогда прописал, что, блядь, 16-й год, я вылезу из этой ебучей долговой ямы, больше туда никогда не заберусь, и ебану так, что охуеет всё лишь джи нахуй. Просто, блядь, все будут дрочить, обмажившись говном ногами друг к другу. Это потому что вылетели на так. И сделал заявление на Машейова. В 16-м году я наконец-таки стабильно вышел в ног. Как это получилось? Было пиздец, как тяжело. Сразу же я вам доношу, что ваша работа по выходу из минуса, если вы там, или выходу в правильный большой плюс, это не фронт, не юбистическая работа. Честно и откровенно. Есть такие, у кого сейчас долги, реально. Хотя бы больше, чем на один рубль. Нормально, руку вверх поднимите, блядь. Давайте руки вверх тянем, на камере всё будет видно. Хорошо, теперь поднимите руки те, у кого нет долгов. Ни на один рубль, ни перед кем. Пиздец. Понимаете? Спасибо. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. Все девочки, ну и 17-летний парень, я в то время тоже гайповал, всё нормально. Девочки мне это про счастье. Вы понимаете, к чему я говорю? Айджи, перспектива, карьера, бабки, долги, соснехуй. Пиздец, ни у кого нет денег. И вот я об этом начал задумываться как раз таки в 16-м году. Потому что вот, ну сейчас, блядь, скажи, кому-нибудь из вас полетели на валь. Полетель. Улетит Данёк только, блядь, потому что Данёк найдёт бабки везде. Ну или кто-то ещё найдёт, если у него отложены деньги. Или кто-то найдёт просто потому, что он правильно их просил. Или у мамы допросит. Ну так, чтобы на свои, честно заработанные, отложенные бабки, да ни хера. Потому что я так тоже не мог определённое время. Скажешь ему, пойдём бухнём. И на следующий утро начнётся. «Виски за 700 рублей, я больше не пойду с тобой, блядь, слишком дорого. Это много. Бану на тебя смотрю». Да ибать, я такой же был. Я сидел, я говорю, у меня 5-10 директорских было. Мне Кирилл Морсик на директорской покупал. Потому что я не мог ничего сам себе купить. По одной простой причине того, что у меня не было бабла. И я неправильно с ним возвращался. Да, конечно. Там у меня были бабки, и я давал всё время деньги Кириллу на то, чтобы он ИП открыл. Но это в моменте. А когда я завязывал с бухгалтерией вести, мне Кирилл Морсик в кафетку пал. Потому что у меня не было денег на Морсик. И я экономил всё, сидя со слезами. Как всё пошло? Шло просто пиздец. Так натянуто не было никогда. Так я к результату. К результату все говорят, что нужно идти с улыбкой. Я согласен. Но когда у тебя полная жопа, то единственное, что у тебя вот эта улыбка на жопе. И то, скорее, это не от твоего действия. И как у нас было? Мы с Машей тогда вместе работали очень плотно друг с другом. И мы сидим в офисе каждый раз до 4 утра. И ноем друг другу на тематику того, что люди не приходят. Помнишь, Маш, люди не приходят? Почему, блядь, у другого приходят? А у меня не приходят? Почему этого хуесоса, блядь, Геннадича, блядь? Вышел, сука, блядь, Геннадич на 15 хуесос, блядь. Он же долбоёк себе на свете. Геннадич, сука. Геннадич, помнишь, Геннадич? Да, да, да. Это кто? Это чувак, который не разговаривал. Это просто пиздец. Это Геннадич. Это это как? Не, 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 не. Короче, это мой пиздец. Гена, Гена, большой, Гена, да, да, да. Маша, Колеси, когда мы улетели в Тайку, я тогда работал, блядь, просто пиздец. Я начал год с 3 тысячами баллов в персональной группе. Молодец. Молодец. Менедка Маша в Москве. Меня так бомбило, блядь. Танёк с Колеси там сидят в Тайке, так я в зале инструктуру, я на 22 выхожу. Я такой, я такой, я вроде с ними, я вроде с теми, но мне даже позвонить некому, потому что каждый второй долбоёк, главный долбоёк всего этого я, и инструктура нихуя. Мы тогда улетели. Единственное, Дмитрий Васильевич Юльченко, Валерий тогда главный опник структуры, наоборот, пришёл первый раз, с которым я провели личную встречу, не успел провести, как если я был в Тайку, пришёл он, ну, в данный день пришёл, я смотрю, чмо какое-то. Так мне он не даст забрать, если он будет смотреть. Я тогда, когда Костя Кургебной был тогда, ещё говорю, Костя, работай с ним, пожалуйста. Я уехал, Костя с ним работал. Ну, когда империя начала строиться, я сижу в Тайке, у ребят там 22, ухуй 22, у меня бабла нет, я в Тайке. Я тогда ещё... Чтоб вы понимали, что я полетел в Тайку, у меня была часть денег, а по прилёту я ещё часть денег Даньку должен был, помнишь? Потому что я тогда ещё родителям умудрялся помогать как-то, блять. И на те деньги, которые должен был Даньку, я, блять, дал родителям, и должен был Даньку. Но, правда, я ему отдал с процентами всеми, которыми должен, поэтому, я думаю, между нами, нет никаких. И тогда я прилетел, и у меня нихуя не получалось. 3000 баллов, 3000 баллов, сука, два капа лога, 3000 баллов. Ребята, 7500, легко играючи, как перестать беспокоиться, начать жить. А я, блять, давлю вот из этого пальца, блять, из всего. Я и башу, сука, по 8-4 часа. Чего? Палец не тот показываешь. Благо, хоть и своего. Я к тому, что тогда был полный пиздец. Ребят, хорошо, у меня 3000 баллов, 3000 баллов приходит рука. И потом, что я понял? Я понял истинную Ричарда Брэнсона, которую человек всегда понимал. Главное, пытаться пытаться, но никогда не сдавать. И в 16-й год я потихонечку начал вылезать из жопы. У меня стало там 6000 баллов, 8000 баллов, 9000 баллов. И так далее. Начали лидеры появляться. А потом офис еще стал в 16-м году, когда я вообще о нем не думал, потому что мне нужно было просто ебашить. Как я вылез по итогу из жопы? Первое, я начал вести все свои расходы. Абсолютно всегда не откланиваясь от них. Второе, я начал делать даже тогда, когда не делалось. Это важно. Делать нужно до тех пор, пока не получится. Все. Я начал делать и делать. У меня не приходили люди, мне было похуй, я дальше делал. У меня приходили и сливались, мне было похуй, я дальше делал. У меня были урхаи, блядь, я дальше делал, блядь. Я лежал в больнице, сука, я делал, блядь. Стой, стой. Он как бы делал так, что у него по 40 гостей было в неделю Это вы не забывайте Он так типа говорил, я мало, мало, мне надо 100 гостей Короче, у него по 40 гостей было Это я к тому, что если вы думаете, что у вас 10 гостей, вы делаете, пытаетесь, это хуйня Хотя бы 40, как у Артема Я на самом деле это уже не помню, Маша, спасибо за ремарку Я помню, что первое время ни хуя не было, ни гостей ни хуя А потом как раз таки столкнулись с той ебалой, что ебать, до хуя гостей не подписывают Просто пиздец, я так бомбил, бля Если что, этот я круто же думаю, знаете, вот человек, который хочет убить всех нахуй, но лупает Я вот такой мини-ханнибал-лектор, вот что-то в этом роде было Только я не людей жрал, а ног жрал взглядом просто Вот так, что я смотрел Люди начали приходить Потом опять проблемы, сука, я вылезать из жопы начал, но с результатом пизда была Какая с результатом пизда была Люди приходили, но они были настолько кончены, что даже при всем моем навыке, блядь, коммуникации Количество амфетаминов в моей крови не получалось делать так, чтобы они становились там инструкторами Про амфетамин я пошутил Здесь очень важно это понимать Ни хера не получалось А потом получилось так, что хуляк, блядь, и у меня на лидерской сидит 9 инструкторов Одиннадцать Я на другое? Да, наверное Да, да, да Тебя еще заняты, блядь, еще и плоти путь Тебя даже в проект не было Там была такая ситуация И сидят такие Я в них всех верил Верил Ну вот так и все по пизде Пошло А вот самый главный момент в том, что когда я был в жопе, я никогда не терял надежды Никогда не терял надежды на то, что все будет хорошо Никогда не терял надежды на то, что все будет супер Потому что в большинстве случаев у тебя бабки, ты должен бабки У тебя нет бабок, ты должен бабки И все Нахуй срежи, другая работа Или все в пизду, все по пизде Это ИСЖ виноват А ИСЖ лишь виноват в том, что дало мне эту возможность, которую я в свое время проебал Я начал зарабатывать деньги и начал обращаться не так от них И сейчас я вам это рассказываю как управляющий партнер Сухуевшим товарооборотным результатом за 16-17 год Хуйей какой-то, которая скопилась до хера Меня два раза и системы исключали Я выживал и выбирался У меня были долги на полляма Я вам это рассказываю как обыкновенный человек Который допустил за свое время огромное количество ошибок И наступил в такое говно, в которое ты тонешь, как в полоте И нет, выплыло обратно Ну ты как-то через трубочку, через тросинку, блядь, дышишь, блядь Затыкая нос, потому что воняет Ты выбираешься Понимаешь, что если ты в жопе, у тебя есть два варианта Два выхода Куда хочешь, туда и выходи Но выход он есть Да, там пахнет и грязно Но выход есть И посыл он был простой в этой всей гиболее Не теряй надежды Никогда я не терял надежды У меня были мысли о том, чтобы слиться Но это путь ебучего, меньшего сопротивления И те долги, которые у меня были Я говорю, наверное, суммарно у вас у всех они Когда у тебя долгов на полляма Когда ты там Я принимал офис в шестнадцатом году Вложив в него, блядь, сто восемьдесят, сука Потому что тогда, на тот момент Когда офис у меня был Реальная история Мои офис должен был девяносто тысяч Еще тогда я вложил тридцать Потому что вовсе бабла не было Вот так я принимал офис Когда я начал выбираться из говноямы какой-то определенной Я понимал перспективу всего этого И я, когда был директором Выкупил у Вовы, блядь, набор из книжек В количестве пятиста штук Для офиса, чтобы потом его делать У меня уже такое видение было Но я был в шопах в таких, которых даже и не снилось И выходя из них, я вам говорю точно Когда вы в минусе, вам пизда И выбираться из нее нужно максимально активно С улыбкой на лице С дебильной улыбкой на лице Вот такое вот Когда ты устал, ну ты из нее выбираешься Вышел Зима Выход на триста У меня на карте в конце зимы было триста Когда Максим Сергеевич пришел И когда жить стало проще Семнадцатый год Ну как? Проще стало жить Потому что такая команда такая колотилась И Макс был каким-то, знаете, жестким резонансом во всем этом Потому что Максима такой своеобразный подход Я первое время думал, что он не ебало хочет сломать Но он такой пришел, такой чистый Я уже был подготовлен, у меня были такие более-менее Вот, но не было такого И первое время мне приходилось проводить воспитательную беседу с собой Чтобы не ссать переделки на личную среду А второй момент это, чтобы он кого-то ебало потихоньку не разбил Потому что он ходил и каждый раз течет И он будешь прописать Сидит на базовом тренере И исполняет такие вещи И тогда стало полегче жесткую безопасность Что я все-все в доверии Что я не должен вводить в команде по американскому буду Ну если че, у меня там Атоша с кепичом из американского бомбина подъем Я говорю, блин, тот парень появился И че, хлебальник сломает и подъедет На коротком проводке Выход, короче, позитивный В шестнадцатом году я ималнул такой товар-оборот, чтобы полный пиздец В семнадцатом году я вышел нормально на плюс семьсот И закрыть дилет У меня на карте валяло семьсот Иногда лям Собисим Это просто те деньги, к которым я пришел Из вот этого Из минус триста Понимаете? Просто благодаря чему ты ведешь в бухгалтерию И ты понимаешь, на что ты спускаешь бабло И ты себя получил, чтобы они спускали А еще ты видишь эту цифру у себя на карточке И хочешь ее приумножить Потому что ты понимаешь, на что придут эти деньги Если бы не вот эти деньги, которые я заработал тогда Сейчас бы был полный пиздец в моей жизни Если бы не деньги, которые я заработал в пятнадцатом году И не был в бухгалтерии У меня бы пиздец был, я бы слился в конце концов Вывод он простой В итоге на год у меня было плюс пятьсот Я закончил семнадцатый год Потому что тут я машину купил Еще всякую хуйню и так далее И проебал половину Сами знаете, наркота Ну наркота в плане того, что Самая жесткая наркота для меня Это вот эти мелкие траты Потому что ты хочешь шоколадку Это самый большой список траты за моих расходов Это когда у тебя, блядь, зависимость, сука, к шоколадке Или к этому ебучему дошераху Что хочешь Когда заявление наибольшого было? В конце пятнадцатого За что, наверное, большой респект Даньку Не за вымашкой лезть Потому что, наверное, если бы не они Это бы все задержалось на очень большой срок Всегда есть люди, которым ты благодарен Кириллу тоже спасибо за множество Которые в конце концов тогда и не выиграл Но всегда были люди, которые наставляли Я хочу сейчас для вас Не быть человеком, который наставляет А который вас предупреждает Что если вы сейчас пойдете по не той дорожке В плане бухгалтерии денег Вы придете к этому В итоге года Это 2017 Это количество товара оборота Которое прошло через мою карту Цифра здесь, ну вы сами знаете Шесть ноликов и еще через запятую можно было представить Это то, чего у меня было на семнадцатый год Со всем тем, что проходят Это не помню, это просто рассказ о том Как я именал свою жизнь А это итоги восемнадцатого... Блядь, у нас сейчас в семнадцатый Это то, что сейчас на восемнадцатый год происходит И поверьте, в семнадцатом году я зарабатывал по хера Я не зарабатываю сейчас столько, сколько в семнадцатом зарабатывал Просто потому, что тоже заебрался И я это честно говорю И это, естественно, поменяет ситуацию И в этом году под конец я заработаю больше, чем вот эта вот сумма Проявленная через карту точная И оптимизирую свои расходы И доходы так, что я заработаю, естественно, больше Но это то, что есть сейчас То есть по факту в месяц мои траты около полу ляма Если разделить на все, что происходит с месяцами И вот об этих цифрах я не думал в тринадцатом или тринадцатом году Но это получается так Просто когда у вас правильный подход к делу Просто когда у тебя проблемы И ты не смотришь на них и ноешь Типа, бля, мне плохо, пожалейте меня, я свинина, блядь Мне нечего делать Правильный подход к делу Запишите все большими буквами Правильный, блядь, подход к делу Если вы будете на все вещи смотреть правильно Результаты уходят сильные Если ты будешь смотреть на то, что ты в жопе Не со заданием того, что я ни в чемная сволочь Которой нужно пристрелить или слиться А с пониманием того, что Это определенная вот какая-то задача в моей жизни Которую, если я пройду, у меня все будет хорошо У вас все получится Я это вам говорю как человек, у которого были большие долги и большие заработки Личные выводы, которые я сделал, исходя из всего того, что есть Это личный бюджет нужно считать на любом уровне при любом количестве денег Абсолютно всегда Есть такая притча веселая про друзей Я ремарку здесь сделал Вы, наверное, ее слышали Что два друга вместе с детского садика Вместе учились в одной школе, в одном универе Жены с одного потока и так далее и тому подобное И работали на одной работе в одинаковой сфере, одинаковыми людьми Но вот конец там, когда они встретились один раз Не помню, 40 или 50, я где историю точно не знаю У одного на банковском карте было скоплено 10 миллионов рублей А у другого было за спиной нифига И он спрашивал, мы же работаем на одной работе Мы зарабатываем одинаковые деньги И он спрашивает, почему у тебя так? Почему у тебя 10 миллионов, а у меня нихуя? Он говорит, да все просто, я привык с детства вести бухгалтерию И контролировать свои расходы И вот этот вывод, он не очень сильно наставляет на пути стены Того, что если вдруг будет в вашей жизни все хуёло У вас будут деньги Или же вы подойдете к какому-то определенному параметру своей жизни С бабками за собой А не с тем, что вы все проебали Это очень важный момент Второй вывод, то что я делал В любой ситуации откладываю 10% от каталожного дохода в НЗ Это вы тоже слышали, кому-то из вас говорили Кто-то даже, наверное, это делал на миллионы рублей Я этим занимался, а потом забивал на эту тему Но это очень важно Потому что эти 10% это как раз те отложенные бабки Которые будут вас мотивировать Почему? Даже когда у вас не будет денег Вы будете смотреть на эти 10%, которые к тому времени составляют Большую сумму будут И будете улыбаться Я знаю, что если в вашей жизни случится какой-то форс-мажор У вас есть деньги Но эти 10% они даже нужны не для того, чтобы форс-мажор был А эти 10% нужны просто для того, чтобы вы смотрели на них И обучались финансовой грамотности каждый каталок откладывая Третий момент, который я понял Считаем каждую копейку Каждый день Каждый божий день У Джимрона есть потрясающая цитата Ты не имеешь права лечь спать до тех пор, пока ты не запланировал, как кончится этот следующий день Ее можно интерпретировать в очень правильную сторону Ты не имеешь права лечь спать до тех пор, пока ты не запланировал конец следующего дня И итоги бюджета за сегодняшний день Вот это то, что вы можете добавить Не имеете права лечь спать, пока не посчитали копейку Тем более сейчас все это делается буквально в два клика, в два нажатия А не на листочке, как я делал в 10 лет Просто потому, что я не знал, что существует что-то лучше, чем на 31.00 Четвертое Или ты контролируешь деньги, или деньги контролируют тебя Это все просто Если вы ведете учет, ведете бухгалтерию, у вас все хорошо Если вы не ведете, деньги вас контролируют Вы забираете пьяну, вы забираете долги, в жизни у вас наступает инциденция Ну и пятое, это вы все знаете Это вам всегда говорят Запись результата улучшает результаты на 20-50% Наблюдение за результатом улучшает результат Точка Всегда есть, было и будет Это мои личные выводы, исходя из 6 лет обращения с бюджетом и бухгалтерией в целом Обращения с деньгами с 3-4-5-6-7-0 Это большие выводы того, что я могу сказать Играем в реальность, играем в занавес Я, в принципе, его уже с вами сыграл абстрактно, но все-таки Что я приобрел на заработанную его из-за суммы? Играем для себя, коротко Вот вы сейчас в Excel-группе, кто меньше недели? Хорошо, кто меньше каталога? От каталога до двух Каталога-два 2-6 Каталог 6-12 12-год Давайте по-другому Кто в SG год и больше? Полтора и больше Два и больше Три и больше Четыре и больше Нет Ну все, остались играть в реальность машины И за это время мы с SG заработали деньги Так вот, сейчас будет упражнение небольшое Действуем быстренько и вместе Чего пишем? Пять тысяч рублей И ниже три пункта, которые вы купили благодаря ActiveSale Group На пять тысяч рублей или больше Вот пункты Вот вы заработали деньги с SG Допустим, пять тысяч рублей В пределах пяти Может быть, чуть меньше Три пункта, которые вы купили На приблизительно пять тысяч рублей Но не более, да? Не-не-не, не более Пять тысяч рублей, не более Три пункта, которые вы купили благодаря SG Просто первое, что вспомните Конечно, не нужно писать Сникерс, Марс и Твикс Более масштабное, да? Если вы такие деньги в SG зарабатывали Ну, от пяти тысяч рублей Нет, не более пяти тысяч рублей Три пункта, да? Пять тысяч? Угу 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 Не в эту сумму К примеру Ты заработал в этом итоге пятнадцать тысяч рублей Да? И ты купил себе блюки за пять тысяч рублей Пиджак за пять тысяч рублей И ботинки за пять тысяч рублей Вот три вещи Всем понятно? Точно поняли, да? Да, вот пять тысяч рублей Какие-то три вещи на около пяти тысяч рублей Бампер Долго Долго играть не будем, да? Потому что продолжаем У кого три вещи получилось написать? Хорошо, крикните, что написали? Ну? Телефон, двери, костюм Телефон, двери, костюм Отлично За пять тысяч рублей Верик за пять тысяч Нет А Да Нет, на самом деле Мне удалось, да Телефон, поскольку Я на мути Телефон, поскольку Таше, побольше, побольше Задача, чтобы около пяти Хорошо, понял Телефон, двери, костюм Хорошо, еще кто? Кто что купил? Что купили? Макс, что? Носки Носки, отлично За пять тысяч? Слушай, да, я не записываю Все, понял Записываю Кто еще? Часы Часы, окей На сумму около десяти тысяч рублей Заработанных в секте Всего группы Три вещи, которые стоят Все, действительно Десять тысяч рублей Ну это какая-то сумма большая Плюс милли А что, общественники Зарабатывают деньги здесь? Я считаю, когда вы писали Высшие Да, только ты их не сможешь Написать Просто потому, что у тебя Классины стоили пять А это уже будет Это уже на десять Ну, до девять восемьсот Какую вы вещь купили Не знаю На одиннадцать Ну вот, к примеру Около Десяти Плюс-минус две тысячи Плюс-минус две тысячи Давайте пишем Проездной там Проездной Плюс-минус две тысячи Десятки Чё, проблема уже? Всё? Наигрались Выжившие перспективы Жиж-карьера, блядь Всё, заебись тут Работа по-наме хуйня Образование хуйня Сука, доска в офис у меня Десятки стоила Ну, вот и доска Билеты на карандаш Ну, да, к примеру Окей Давайте, кто написал? Написал, давай Облемет-зал Окей, облемет-зал купил А тут ещё два написала, нет? Ну, просто облемет-зал стоил в десять Офи, хорошо Ты говоришь, ещё кто написал? Маша? Нет, я совсем зарабатываю Всё, понял, окей Ильюх, что купил на десятку? Я не вспомню сейчас Владимир на десятку Айфон? Нет, дороже Хорошо, кто написал? Пиджак, пиджак купил Что? Врача Врача Хорошо, отлично Супер Ещё кто? Олеся, давай Ты же главный бухгалтер у нас Ты Олеся у нас Кто такая Олеся? Олеся вот копит Олеся тут главный копёр То есть у неё денег Я больше, чем у нас всех вместе взял Никакой Всё, в семью, всё В бюджет Потом на мальчика Ну, выгодно вкладывает и инвестирование Ну, выгодно вкладывает и инвестирование В биткоин? Ну, как? Десятку 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 Стерилизация кошек Отлично Управление с кисками Кто ещё? А? Ты взяла тачку, да? Молодец Отлично Супер Играем дальше Двадцать тысяч рукой Поехали Удар по эго, да? Пошёл Удар по эго Я придумал всё, я вспомнил Ну-ка Плиту родителям Плиту родителям За двадцатку? Да Красавчик, красавчик, красавчик Ну-ка ещё раз Айфон Айфон И айпад Ну Отлично Ого Ого Что вы купили? Вы же купили Абхазию Абхазию купили Отлично И чуть-чуть Сочи И чуть-чуть Сочи Немножко Билет из дома Билет из дома Хорошо Ещё не был, правда Ещё не был, но купил Окей Даня, что написал? Одеяло Идеяло Одеяло Дамёк человек, который может купить весь мир за двадцатку Одеяло Одеяло и идея там нахуй Вы же делали за двадцатку И в Индии за двадцатку Вот такая Играем дальше Кто ещё написал? Ещё кто написал? Что написал? Неинтересно Геленджик Геленджик Во! Я чувствую, что мы сейчас дойдём до того, где ты была в этом году Играем дальше Давайте, мальчики и девочки Пятьдесят пишем Так, всё, это точно по эго прошёлся, да? Кирилла порфель нам уже стоит, ребята Серьёзно Да Ну когда-нибудь вы дойдёте до такого, что у вас будет жилетка столько стоить Или там, я не знаю, порфель Или тачка Или вы станете жилеткой Или чего? Или вы будете жилеткой Или вы будете жилеткой за пятьдесят тысяч рублей Хорошо, кто? Ну-ка мы Данёк Постельное бельё Данёк! Ты постельное бельё за пятьдесят тысяч рублей купил? Ну, короче, там было семьдесят, но... Я по скидке взяла Я, конечно, тоже извращенец Люблю всякую хуйню подожжу купить Ну, постельное бельё Ладно, с учёной вентиляцией можно сказать, что сколько? Можно я у тебя воспаливаю? Я его уже выбросил Ещё! Ещё кто? Кто пятьдесят? Отдых в Крыму на двоих Отдых в Крыму на двоих Отдых в Крыму на двоих, правильно Отлично, хорошо Ещё! Айфон Айфон, отлично Не на кредитный Сам заработал, сам купил Красавчик Ещё! Я их просто отложила, чтобы поехать в этом Ты уже столько в ВСЖ заработала? Ну... Ещё не заработала, правильно? Всё Вот именно считается, что вы... Нет, наверное, не всё Окей, хорошо Илюк Ну, МАК, наверное МАК купил Хорошо Играем дальше, сто Да, я понимаю Инструктора столько ещё за свою жизнь не заработали? Ну... О, Максим Сергеевич Жизнь купил себе О, на 100 тысяч Ну, дороже вышло чуть-чуть Чуть-чуть дороже Куда ты сотку потратил? А, нет, суммарно ты на сотку ничего не купил, наверное, да? МАК Суммарно? Нет, ну вот не суммарно, а одну какую-то вещь около 100 тысяч МАК Ну, если айфон доходишь, то да Вон, ты ещё не купила МАК Ну, что, нет МАК? Я купила Ты не купила, ты взяла кредит Я купила МАК Ты купила МАК? За сколько? Это не твои деньги, это кредитные деньги Ты маленькими частями Именно одна сумма, когда вы пришли и сотку отдали Ты купила МАК за сколько? 88 88 Блин, пиздец Я на своём уровне уже думал, как бы выжить МАК покупаю Ладно Хорошо Кто ещё? Кто-нибудь ещё? Данё Подушка, подушка Наволочка, наволочка Наволочка Там уже путешествие Ну да, я столько никогда не трачу У меня получилось поездка с Лооо Ой, недавно я ещё Ха, да, точно Ха, 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 ха А, я тоже опять устроил Филиппины на себя и Толю, в которые я вот так не попал Данёй, кому на суперские ситуации Даня есть подопечная, Тоня Самсонова Подопечная Мы решили, ну я не знаю, как это правильно назвать Даня Правильнее сам скажет Подопечная 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 И мы полетели вместе в Филиппины Тоня вроде промо выбила, да? Тоня выбила промоушену Даня Данёк полетел, Тоня и я полетел В итоге получилось так, что, не удивляйтесь, но на Филиппинах был только я и Тоня Как так получилось? Даняка не пропустили, потому что паспорт кончился Я думаю, это был Тонин план Чё ли я там водил в Гангкоге уже Да, он отдохнул в Гангкоге, по-моему, круче, чем на Филиппинах Где его оставили Ладно, 200, 300 Ну ладно, здесь игры заканчиваются 300 не будет Ну ладно, спасибо 300 рублей, мать вашу, да? Ну я так понимаю, да Да Задача какая? Сделать так, чтобы в SG вы могли играть хотя бы на этом уровне На этом, на этом, где-нибудь здесь, чтобы вы могли играть Идеально, чтобы мы зашли до игры вот здесь Чтобы вы шли в дом или в тачку за налку купали Здесь нет других цифр, потому что меня тут даже не о чем сказать Но посыл простой Научитесь играть во взрослые игрушки с SG А не с тем, что я пошел и купил себе сосиску Точнее две, вот здесь вот А на каком уровне у тебя заканчивают? У меня заканчивают целую жизнь За лям я пока еще ничего не покупал Самое дорогое для меня была эта машина Так скажем Она была вот в этом промежуке Если будет правильно Посыл общий был, ну как Я купил, конечно, чуть меньше, чем за лям Но если с учетом того, что я с ней сделал Считаю чуть больше лям Но это было не сразу, это было не в моменте Это не кредит Это так по... А, да, я... Я вам говорил, я не особо из тех людей Которые именно на этом уровне любят расставаться Для меня это уже, наверное, что-то не то Хотя некоторые говорят, что когда-то говоришь, что не то Играть на тебя это то Поэтому это все спорные моменты Я просто помню, как я понтовался в 2013 году Это был полный пиздец Можете видео посмотреть Кузький Артем Андреевич, директор 2019 года Там вам до свидания будет И как я сказал, что у меня своя хата с подогревом полов Блядь, у меня тачка вон стоит Вы хуйсосы, мне 17 Я играл в футбол в одной из самых пиздатых команд Вы кто идите на хуй? Ну или как я бизнес вел Сейчас я так себя не веду и стараюсь не вести, но... И я назвал это понты, но я хочу для вас чтобы это был наш пример Как пример такой Что будет у вас? Не то, что есть у меня, а то, что будет у вас Потому что я по такому ставил и начал жить давно И я ей говорю, не хочу, чтобы это выглядело как понты Я хочу, чтобы это выглядело для вас как определенные вещи, которые вы здесь можете получить Благодаря AHG Ну и благодаря правильному ведению бухгалтерии Определенные вещи Например, айфон, десятый Который он сейчас снимает всю эту хуйню Да, это выглядит как блядские понты, но благодаря AHG я их купил Благодаря тому, что айфон под Благодаря тому, что я здесь работаю Я купил пятую, точнее пятую мне систему подарила Я купил шестой, я купил седьмой, я купил десятый Это всё благодаря тому, что я здесь Ни где-то по работе на найму Ни где-то, где будут перспективы когда-то, блядь А вот здесь, сейчас, работая шест лет Это хуёвый результат Потому что есть люди, которые сделали это быстрее меня Лучше, чем я и так далее и тому подобное Ну это вот просто как пример Благодаря AHG это десятый айфон Который, блядь, единственный здесь В СГ Ну может быть не единственный, не знаю, да там консультанты некоторые приходят с десятым айфон Обычно девочки, ну это ладно Макбук Pro середины шестнадцатого года просто на вень не вышел Вот эта ебала, которая когда вышла стоила триста косарей, триста пятьдесят Просто я мог себе позволить, просто потому что АСГ Просто потому что правильное ведение бухгалтерии Просто потому что бюджет До него у меня был такой мак, как MacBook 12 Просто потом он вот продался, я на игру А до этого у меня был такой мак, как, я не знаю, вот как у Саши был MacBook Air Просто потому что АСГ Просто потому что могу позволить Просто потому что бухгалтерия А не дрочить, как там, друг другу над ногами, да? Просто хата Просто то, что я живу в квартире с тринадцатого года Да, иногда это был пиздец, когда я выживал Но сейчас на одном месте я живу огромное количество времени На одном месте, на самом ресторанной улице Питера Просто потому что, ну, мне там нравится Хотя можно съехать, например А? С Вайнером? Киркоровым, который коет обычно, блядь, с МСП Юриксом С этим друзьем, или как его зовут? Который идет пьяный обычно Один приходит уже общаться Что там лежит от генерального директора Шоу-бизнеса в России? Помощник президента Шоу-бизнеса, да, вот весь их Да это все планки им очень Просто это квартира, которую я сам снимаю Не прошу денег у родителей С 2012 года я ни копейки у них не попросил Я их субсидирую, так скажем Гардероб суммарно где-то на семьсот, наверное, больше Который есть сейчас, а не которые я раздал или выкинул Просто какие-то вещи, просто какие-то бренды Которые, блядь, дорогие, просто Ну вы даже с таких брендов можете не знать Ну это просто HG, просто потому что я в HG Если бы я сейчас в футбол играл, ну может быть, у меня бы было пизжа Потому что там такие зарплаты, которые вам даже не снились никогда Но не факт, что я бы там был, потому что из всего моего Всевые команды, из всех моих команд, где я был Из всех нашего года, 95-го Только один человек, который сейчас играет с Кахабаровск И там нету опуска Просто более 880 Ну это, блядь, наверное, спасибо Вот ты шахует Вот это вот, вот эта вот машина убит Вот это вообще нормальная тема Просто офис, который выводится в 100 квадратов, даже если он не вывозится Просто путешествие три раза в год Просто, а, я тебе сказал Просто ты берешь офис, когда там минус 100 и дадил еще тридцатку Просто потому что ты можешь себе это сделать Вот таких моментов их много Просто раз в год с родителями Просто еда, просто отдых Просто, 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 просто Потому что ты сейчас открываешь карточку и видишь, что у тебя только на одном счете валится 200 На кредитном счете 300 А если у тебя еще третий, где 10% ВНЗ лежит Которых тебе, в принципе, хватит сейчас, если завязать ССГ на следующие 2-3 года в режиме таком, который живется сейчас Просто потому что есть ССГ Просто потому что бухгалтерия в свое время Просто потому что я пережил шоку в минус 300 для того, чтобы было это Но я хочу, чтобы у вас было это и лучше, но без этой шоку в которой был я Просто потому что так можно Просто можно в ССГ работать огромное количество времени и быть директором, как я хотел когда-то Просто можно в ССГ быть огромное время руководителем и зарабатывать какие-то деньги Это можно делать без минусов, блять Можно работать в ССГ 20-30 лет, просто будучи там руководителем, директором, управляющим, управляющим сетью Просто можно быть Ну, ввести бухгалтерию нужно обязательно Иначе все вот это будет просто сказка, которая, блять, там, сказка наибаска, блять Просто парень вышел, он его обладает, и лежал, и все, и он кой-то ебывается Посыл простой, просто вот это будет бухгалтерия Играем реальность, выбираем занавес А сколько денег у тебя есть сейчас благодаря риске? Вот сейчас вот, упражнение, тоже коротенько Напишите сейчас сумму, которая у вас сейчас наличка есть Не те деньги, которые вы дали друзьям занять, или еще кому-то, или вложились в какую-то перспективу, или еще что-то А вот сейчас подумайте, вспомните, сколько у вас денег в кармане, или сколько в кошельке, или на карточке, похуй, где Но та сумма, которая у вас есть благодаря риске сейчас, не потом, когда я разнесу заказы, или мне придет объемная скидка, когда я оформлю ИВ, или вообще Вот сейчас, дома, на карточке, в кармане, в кошельке Запишите себе сумму, которая есть, вон далекий, как раз считается Сейчас пойдет еще один комплект Белья купит, это не ждать Не считается, все, те деньги, которые у тебя в кармане Сейчас я и говорю, дешевле, пойдем пухать, сколько денег у тебя есть, которые ты можешь потратить? Все, чтоб я понимал, МакЭллан какого года мы с тобой будем пить Или Лаговурицей, примерно, я не знаю, что тебе больше нравится, то есть поминой острова или обыкновенные Я без понятия Сигару доминиканскую мы с тобой будем пить, или кубинскую, потому что есть какое-то минимальное отличие Кокос тебе нравится больше с доминиканой, или чистый с ямайской, я даже не знаю Написали? Можете не говорить, но если кто-то хочет сказать, я сразу все послушаю Сколько желательно? А чтоб на дебетовой карте читать? Кредитный не читать, дебетовый, твои чистые деньги Если ты наебал Тимхофф, как это делаю я каждый раз, не считай Я считаю, на дебетовой при этом есть кредитный долг больше Я ж тебе говорю, если ты наебал Тимхофф, как это делаю я, нет У меня очень правильное отношение к кредиткам Благодаря кредиткам я плюс каждый месяц, там, плюс 5 косарей Просто потому, что я умею обращаться с деньгами Я беру кредитные деньги, оставляю их себе, хладу под проценты, получаю с этого процент В тот момент, когда мне нужно отдать деньги банку, я отдаю банку деньги, потом опять с банка выложу, и у меня есть бабло Но, к сожалению, я так могу, или к радости А вы так если начнете, блядь, и уйдете в такой пиздец, который вам даже не снится Поэтому считаются, если брать еще яйца с кредитными картами, которые у меня есть, давайте я пиздец Но это не считается, потому что это не твои деньги, я не могу Ладно, отвечать вы мне на вопрос не будете, поздравляю, эта цифра у вас есть, молодцы Добились за все время работы в ВСГ того, что есть сейчас Кто за неделю, кто за месяц, кто за неделю Посыл какой? Менять нахуй эту цифру История лидерского состава А вот теперь я вам писал, что что-то будет про лидеров, про руководителей, и про посылы работы Мой жизненный опыт, которым я делюсь с вами Кто у меня был на мастер-классе, кто у вас в случае, все знаете, но последний момент я изгадал сейчас У меня был лидерский состав в 2012 году 7500 баллов, точнее 7800, когда я стал старшим менеджером в первой жизни через 8 месяцев работы И у меня вышло хуэлярт инструкторов, не помню сколько за раз 8, 9, 10, я не помню Кто-то знает, ни с чем я, да Срок жизни тех людей, с которыми я работал, лидерский состав, я вам про лидеров говорю Это были инструкторы, каталог То есть у меня инструкторами становились и сливались, понимаете? Инструкторы стали и слились, инструкторы стали и слились Стали инструкторами и слились, в 2012 год Как вы думаете, из-за чего все рухнуло? Из-за чего рухнули мои 7500 и ушел лидерский состав? Какая проблема, главная и основная была в моей работе? Забил, окей, еще Денег нет, окей, еще Да, мне было 17, да, это была главная причина, но даже не это Еще? Рекрутирование Окей, еще Я не про рекрутирование, а вот был состав, и потом они ушли Ну нет, потому что не говорили Верю, но не главное А, у людей нет Да, но нет У тебя не говорили У вас у всех не было, нет Да, окей Окей, окей Переезд в город Окей, вы все правильно говорите Здесь Максим я переехал нахуй, но точнее другой офис Это же 12 год Правильно говорите, но не основная причина Еще Давайте Включайте свою голову Я понимаю, время пиздец Да Может быть у них были какие-то негативные установки и они шли по определенному кладу, как по учебу? Да Я тебя понимаю Это тоже играет роль, но это не главное 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 Пиздец Да 12 год это вот конец Я стал 22% в декабре 12 года Проходил лето Главное Вот Время Нет А он рухнул как раз таки, когда уже 13 начался На поверхности лежит Это настолько просто, блядь Настолько сука Настолько, блядь, просто сука Что даже в голове не укладывается Из-за чего на начальном этапе у всех сливаются люди Точка Там ни о какой бухгалтерии не шло речи Они сделали 1000 баллов, сделали красиво, потом слили Просто потому что я считал, что люди с уровнями труда Самостоятельные были воединиться, как был я Они просто все сливались, потому что я с ними не созванивался Первые мои 22% пошли по пизде по одной простой причине Я не созванивался Точка Другого не было, поэтому большой совет созваниваться Точка Если не хотите, чтобы ваше 22% или все остальное пошло по тому месту, по которому я сказал, созваниваться У меня вопрос Созваниваться должен Лидер со своими лидерами Или лидер должен звонить Во-первых, все должны всем звонить, но по факту Обязаны они Твоя задача контролировать их обязанности Если они не позвонили, ты не делаешь что-то О, блядь, ну позвонили, ну и нахуй у вас Позвоните, дай пизде В хорошем смысле В формате дай пизде, в формате услуга Это первая империя, когда рухнула Поэтому, ребята, кто на начальном этапе, поздравляю, не будет созваниваться, если пойдет по пизде Правда и на потом пойдет по пизде, если вы не будете созваниваться Но это у меня уже на автомате, у меня телефон на автомате Ты на телефоне 5 часов в день абсолютно спокойно Потому что у тебя херова туча людей, с которыми нужно решать вопросы Это моя работа В 2014 году я пропускал какие-то империи Я просто, вам говорю, огромные крахи Когда все шло по пизде из-за какого-то параметра В 2014 год у меня было 16 тысяч баллов У меня были 2 лидерские Срок жизни людей был 9 каталогов Лидерского состава был 9 каталогов Сначала у меня был срок жизни лидеров каталог Просто потому что был каталог и я выживал Потом я научил, чтобы они были со мной 9 каталогов 9 Чтобы вот ты стал инструктором И ты со мной 9 каталогов 9 В среднем Старший менеджер Кто-то старшим менеджером Кто-то на 12% даже не выходил, блять Просто потому что были такие условия Ну блин, давай поиграй Любимого человека Как тебя зовут? Алексей Алексеевич Как давно? Полгода Полгода Максимальный процент Парни, в кайф Нормально Это реально классно Просто я бы на него вместе уже слился дал Я к тому, что Я обещал, что кто-то слился Бать, мне надо на своих Сегодня мы узнали, кто это Посыл простой Правильный подход к делу У меня было бы правильного подхода к делу Все прошло бы наружу Второй мой любимый человек Люда, извини, просто твоя структура она такая Я бы на своих поиграл У меня есть только даже Спасибо У кого? У меня Можно? Да нет, браток Проиграй Со мной говори Я бы поиграл с кем-то, но я могу просто про Дашу рассказать Которая работает, она еще здесь И то она такая держится Камиль Ладно, это вообще десятое Ну ладно Сколько ты? Представься Роман Фамилия? Отлично Отличная фамилия Сколько ты здесь? Ну почти год Почти год, максимальное звание Когда первый раз вышел на пятнадцать процентов Через сколько времени? Через полгода Надо в первый каталог, чтоб человек вышел на пятнадцать Блин У нас другая техника Есть другая Бориса Понимаете Вот когда у тебя правильная структура построена И работа с ней Срок жизни людей увеличивается Понимаете Да? Вот где это? О, вот ты Я тебя не нашел Какой там каталог на пятнадцать процентов вышел? Во время интузива В-первых Вë-первых Я интузив до сих пор не прошел Дай мне говорят Молодарь Я даинтэнсивию выслучаю Срок жизни увеличился Ну я сейчас не об этом Я вам просто говорю Правильно устраиваете работу структуру И правильно созвон Живу долго Но потом Я на созвоне вытаскивал Много долго Но потом Все рухнуло 16 тысяч баллов на х**ey рухнули ИЗО ЧЕГО? Личные встречи Деньги Личные встречи Здесь что конечно все Я не проводил личные встречи. Просто у меня был созван настроен классный, но я с ними больше общался по телефону, нежели вживую. Они меня даже не видели, вообще бывает периодически, я отравное количество времени с ними не находился. И они у меня просто сливались, потому что не было личных встреч. Я не встречался, не смотрел на глаза и говорил, рассказывай. По телефону ты можешь с ними объяснить, рассказать, чё как, ну ты не видишь глаза человека. А руководитель — это ещё и тонкий психолог. Заглянув один раз человеку в глаза, он тебе может говорить, что всё хорошо, но ты будешь видеть в глубине души, что у него там такие авралы, что просто пиздец. Ты смотришь его в глаза, видишь, что ему кое-что рассказывает, и решаешь ситуацию. А мои ребята залезли в большую пизду, и я не знал этого по телефону. И всё рухнул из-за личных встреч. 2017 год. 60 тысяч баллов тогда было. Срок жизни — 17 каталогов людей. Срок жизни людей — в среднем — 17 каталогов. Год, блядь. Год, сука, лидерского состава. Людей, кто тысячу баллов сделает, они год, блядь, шут, сука. Сколько у тебя с водкой было? Сколько было? 40 там, чё-то такое. Слабовка доходила такая, что ебать. 39 тысяч баллов надо. Я зарабатывал старшим директором столько, сколько бриллиантовые не всегда зарабатывали. Из 900 ветков бигиев. Да, ещё было дверье, было 30 баллов, ветка в бигиеве, ветка в Москве. Кто-то лучше, чем я, знаете, я уже заблудился. Это жарший директор. Это моё, это я. Ты никто без меня, сука. Нет, я был на 15%, и Таня ловит. Да, нет, 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 да, там Таня ловит. Я вообще-то не знаю, человек, я там один из... Да я шучу, шучу ты, мой хороший. Главное, что ты со мной пьёшь листок. 60 тысяч баллов, 40 жизни, 17 каталогов. Люди до хуя жили, реально. Кто-то, блядь, жил, ебать. Кто-то до сих пор в Голотово там ещё осталось. А, сколько ты? Представьте. Представьте, девушка, как вас зовут? В Голотово. В Голотово. Я дополню. А, у вас в офисе же нельзя по фамилиям говорить. Сколько ты в системе? Я нельзя полтора. Года семица. Полтора года. Максимальное звание? 18. 24 каталога. Не сыты, может быть, на её месте. Но дело не в этом. Дело в том, что люди живут дома. Лизу же, блядь. Лида, больше чем мышь, блядь. Лиза — это авторский проект. Лиза — это человек, который застал инпект, и который мотивировался на неё, говоря, если я не соберу сегодня на двадцатку, пиздите меня вещом. Например, наслаждение лещом по голове. Она приносила своего леща. А, да, да. Своего леща приносила. И не моим лещом. Когда ты, ну-ка, скажи нам? В август. 16-го. Август 16-го года. Это ещё до Максима Сергеевича и до этой. Ну, Лиза, она такая, авторский проект, который туда-сюда болтается. Вопрос. Лидерский состав. Кто помнит? Витю Пяткина. Кто помнит? Антону Матюшенко. Таню Володину. Кто ещё помнит? Дима Мученко. Вадима Матвеева. Вся вот эта вот система, которая держалась в среднем каждый из них год. Здесь я проебался то, что не созванивался. Здесь я проебался то, что не делал личные встречи. Нужно задавать вопросы. Вот этот или нет? Деньги. 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 То, до чего я дошёл 6 лет. Это то, о чём я вам говорил в самом начале. Если бы мне сказали, блять, это в самом начале. Я бы понимал все эти вещи. Я сейчас это понимаю. И это я понимаю. Но этого я не понимал. Я не понимал, что лидер не может контролировать свой бюджет. Так же, как в своё время не понимал, какого хуя сливаются инструктора, если с ним не созваниваются, когда со мной не созванивают. Понимаете? Не мерьте по себе других людей. Я не говорю о том, что я в рот не ебись охуенный. Я вам говорю о том, что не все такие охуенные, как я. Немножко потешил своё детское эго. Дело в том, что я не знал этих вещей. И все люди, которые слились, у них остались большие проблемы с деньгами. Потому что я не контролировал их. Это моя ошибка. Их же никто не научил. А я наставник. Я спонсор. Я обязан. Они и здесь сливали из-за финансовой какой-то трудности. И здесь, и здесь. Но основной момент там был в созвоне и в личных встречах. Сейчас у меня это идеально. Просто охуенно, так скажем. Ну, это минимум, что можно сказать. А вот это, это паника. Я не знал этого. Это большая паника. И все люди, которых я вам перечислил, они ушли, у них в долги остались. Либо перед собой, либо перед кредиторами, либо передо мной. Кто-то из них что-то отдает. Кто-то записался в хуй сосы. Внутринародные, внешненародные. Но посыл простой. Вот здесь вся эта ебала со свободной группой рухнула просто из-за того, что не было финансовой грамотности. А те, кто остался, у них остались долги, но у них просто яйца больше. И посыл здесь простой, друзья. С чего нужно начинать это со звона? Продолжать личные встречи. И не забывать про финансовую грамоту, из-за которой ваши люди пойдут на хуй. Потому что АСЖ это школа жизни, она обучает всему. Но, к сожалению, как бы не обучали хорошо деньгам, без ментора вышестоящего все пойдет по везде. У меня ментора не было, но у меня был Иисус, который направил меня на путь истины. В лице Владимира Олеговича Яздобова, который на мастер-классе сказал, видите, бухгалтерий был боевой. И я буду вызываться. И посыл простой, отсутствие финансовой грамотности. Ваша задача контролировать финансовую грамотность вашей структуры. Тогда у вас не произойдет упадка всякого. Потому что сейчас у меня в персональной группе не 60 тысяч баллов, друзья мои. А сейчас у меня в персональной группе есть 7,5-8-9 тысяч баллов. Да, конечно, у меня появился Максим Сергеевич Агиш с его огромной структурой. Которой 9 месяцев на 9%. Это его уже структура, это его история. Мне даже сейчас мой номер в Эльфлэне не заблокируют, к сожалению. Я пытался заблокировать. Мне написали заблокировать какого-то конца. Я пытался заблокировать, и сказали на всем отвечать, идите на хуй. Это Максим Сергеевич, мы будем решать вопросы. Вы можете, идите на хуй. И у меня осталось из-за своей финансовой грамотности и отсутствия. Осталось просто какие-то 7 тысяч баллов отрыва от машиной ветки или от Максима. Самое главное при участии того, что структура выстраивалась правильно. Сейчас это такие же деньги, приблизительно чуть меньше, как в семнадцатом году. Просто сейчас они стабильнее, потому что люди башкой начинают хорить. И сейчас классы простой. Это финансовая грамотность и цель мастер-класса. Донести не вам всем по себе в первую очередь, что нести бухгалтерию за свою структуру – это твоя ноша. А если вы поймете, будет вообще хуй. Так вот, выводы. Полный контроль бухгалтерии структуры старшим, полный, бля, сука, точку. Вы контролируете… Лидер ведет… Знаете чем, да? Лидер ведет за собой чем? Пример. Лидер ведет за собой не силой, а примером. Ты ведешь бухгалтерию и подаешь пример. Ты созваниваешься структурой и подаешь пример. Ты рекрутируешься и сдаешь пример. И так далее и тому подобное. Полный контроль бухгалтерии структуры. Первое – это то, чем я сейчас буду заниматься и начинаю и занимаюсь. Второе – обучение, сопровождение и поддержка в плане бухгалтерии. Наша основная задача, как старших, не допустить того, чтобы молодые залезли в долги, блядь. Потому что залезаешь в долги и идет по пизде. Это очень важно понимать. Третий момент – НЗ под свой контроль. Что такое НЗ? Не предоставленное запасение. Да, это те средства, которых касаться нельзя. НЗ своих людей в общей контроле. Да, и ты берешь НЗ своих людей под свой контроль. Я сейчас это объясню. Потому что они под свой контроль не могут взять свою жутку. По такому причему можно тебе платить. А если ты за счет своего не уверен? Знаешь, Данек, за тебя у меня таких вопросов нет. Человек, который белье за 7 лет покупает. Ну, из-за белья все проблемы. Я расскажу вам последний подход. Вот это вот 4 фрукта. Четвертый, последний. Который нужно знать нам и делать. Четвертый – это закрытие кредита на 15% максимум. Нахуй в своей структуре, где себе ты блокируешь кредит на 15%. У тебя не имеет права у тебя. Ты выходишь на 15%, если ты будешь в моей структуре, я закрою тебе кредит на 15% и в этом же время все равно. Поздравляем! Сегодня ты пришли только в лидерскую. Интересно за кредит. Можешь радоваться, что я не яд твой способ. Можешь не радоваться. Это авторский проект, которому закрыли кредит на 9%. Присаживайся. Момент не в том, чтобы закрыть кредит, сейчас объясню, а момент в том, чтобы научить контролировать свои бюджеты так, чтобы на это не уходили деньги человека и чтобы он не проебывался. К примеру, прикинь, тебя переклинило нахуй, просто бомбануло у Тайцгеймера случайно, фу-фу-фу. Или еще что-нибудь в этом роде. У тебя такая веселая ситуация, ты получила заказов от Reflame на 20 тысяч рублей. Но вдруг твой спонсор... Кто твой спонсор? Задорог. Он так не может, но, допустим, у тебя кто-нибудь другой будет. И он такой начинает на тебя пиздеть и говорить, что ты последняя мразь. Это абстрактно, я не про тебя, конечно, не про кого еще. Такой правильный, такой пример хороший. Просто переклинило нахуй. И все, у тебя бэм, щелчок. Ты отнесла заказов на 20 косарей клиентам, а в Reflame деньги вернула. Потому что это все пидарасы, и ты никому не нравишься, и тебе ничего не нравится. Все. Ты ушла, кредит на 20 косарей твоему наставнику увозит. Из-за его неправильной работы или из-за того, что тебя переклили. Вариант номер 1, понимаешь? Если у меня такие люди есть. Вариант номер 2. Ты пользуешься кредитом. У меня есть в структуре потрясающая девушка. Далее Юрта. Вот ее здесь нет среди нас. Как всегда, ее с нами нет. Как всегда. Каждый раз с нами. Вот и все. Ну, если бы она была, наверное, встала бы и представила, что это Далее Юртаева. И вот она тоже определенный подобный кролик. После чего я понял, что с 15% нахуй, помимо того, что кредит. Вот Далее Юртаева, она потрясающий человек. Четыре заказа пробила, да? А, ее нет с нами. Она четыре заказа пробила, и я совершенно случайно решил посчитать, а сколько бабла она творила Орику. Я зашел, и начал смотреть, сколько за последние четыре заказа она отдала денег Орифлейму за пользование кредитом. Если они просят 2%, они остаются Орифлейму на тему счетов и удержат. И мы насчитали сумму какую? Я не помню, 600 или 800? Чего ты в этом ролике? Четырех заказов она отдала 800 рублей компания Орифлейм за пользование кредитом. Кто знает, куда длеть 800 рублей? Угу. Ну точно, блин, не Орифлейму. Понимаешь посыл? И здесь ты уже можешь зарабатывать деньги и экономить просто с четырех заказов около 800 рублей в приблизительную сумму. Момент номер раз. Первое, чтобы он не оставлял кредиты, вот для себя если вдруг его переклинило. Второе, чтобы больше денег доставалось ему. Третье, чтобы он сам контролировал свои расходы и кредиты на Орифлейме нафиг не было. Понятно? Вот это четыре заповеди, которые я понял, буду делать. Контролировать бухгалтерию, сопровождать, обучать. Брать инцепас, который закрывать впереди. Объясняю. Что это такое, кто знает? Бухгалтерия консультантов. Да. В свое время, благодаря Константину Вячеславовичу Муслицкому, он будет смотреть мастер-классы. Мастер-класс попросил меня снимать больше управляющих партнеров, наверное, чем вас сегодня записалось. Нет, так это не нужно, но все-таки. Вот. И у меня была мысль такая, бухгалтерия, бухгалтерия, концепт, бухгалтерия, бухгалтерия. Ну, Костя опередил меня в этом зашлемо огромный свет, я ее просто поделал для себя. Консультанты ведут бухгалтерию, он это сделал. Каждый день они записывают простую, не такую, как у нас с вами, просто сколько у тебя доход, сколько расход, сколько доход, сколько расход, чтобы он контролировал его в бухгалтерии. Потому что консы сливаются тоже из-за того, что мне попало. Вот у Саши была девочка в структуре, Женя звали. Она слилась и говорит, я вообще не понимаю, как я слилась, я не буду здесь работать, просто потому что я ушла, и еще должна, сколько она должна, не помнишь? Она должна была там тысяч пять, наверное. Тысяч пять она должна была еще. Просто я не понимаю, она даже инструктором не стала. Я пришла заработать, в итоге осталась должна. Я открываю бухгалтерию, смотрю, у нее ездить, и сами понимаете, действенное чисто, как и тут. Собирал заказы, там, за два часа, там, и четыре, пять. Понимаете, да, посоль? Консультанты не ведут бухгалтерии, все по пизде. Поэтому, полный контроль старшим бухгалтерии структуры. Не только лидеров, но и консультантов. Это ваша задача, это что вам нужно делать. Это первый момент. Второй момент, это полный контроль старшим бухгалтерии. Блин, с этого уставить. Сейчас решим. Короче, объясняю. Еще и вы должны вести бухгалтерию, и бухгалтерия должна быть у ваших лидеров. Какой формат отчетности будет у моих людей? С сегодняшнего дня. Официально презентую. Вы можете к этому тоже подключаться, если есть желание. Рассказываю. Это называется шаблон бухгалтерии. Напишите, я вам его даже скину. Объясняю. У человека будет на каждый план, допустим, текущий. Вот это вот то, что у меня будут заполнять лидеры. Он прописывает, сколько здесь у него. Вот здесь вот. План по расходам в определенной ячейке жизненного общества. За квартиру, за еду дома, за внедома, за транспорт, за кину денег на арифлейн, или за кину денег на арифлейн, за связь, за штраф и за остальное. Если вам не нравится какой-то из этих пунктов, вы просто зайдете в настройки и вот здесь вот поменяете какой-то пункт. Допустим, у вас такси, машина будет или женщина, еще что-нибудь. И то же самое у него в доходах. Откуда он получает деньги? План по доходам с заказов, с проданного склада, но это подарки от арифлейн, с денег на ИП, с мастер-классов, с долгов, какие там он дал долг и с остальным. Понимаете, да? Все эти моменты он записывает. Самое главное, остальное можно помечать комментариями, чтобы вы не думали. Сюда правой кнопкой мыши нажимаете, здесь можно будет вставить, добавить комментарий, чтобы для вас был расход помечен. И вот здесь у вас будет план по расходу. А здесь у вас будет написан итог по расходу. Заполняете только кремовые поля. Вот вы пришли домой и написали, ага, сегодня у нас какое там? 27-й, 26-й, да? 26-й, 27-й? 26-й? 26-й, ага. 300 рублей на мастер-класс потратить. Куда? Ну, допустим, в остальном. Здесь пометку ставите. На мастер-класс. Не в поле самого права. Вы же тыкните и комментарии ставите. И вот так вы пишите расходы каждый тряцкий божий день. Каждый день. Каждый день вы пишите. Вы только увидите, сколько вы потратили на квартиру, сколько наедут дома, сколько наедут дома, транспорт и все остальное. И то же самое в доходах. Вы пишите все. Вы закинули деньги на Reflame, сразу же записали. Вы разнесли заказы, сразу же получили деньги с заказов. Понимаете? Все, до копейки. Каждый божий день вы это делаете. Сколько денег с остального метка вы получили? И так у вас каждая неделя. Каждую неделю, каждый день вы записываете доходы. Естественно нули вы не пишите. Вы пишите только, где доходы и расходы. В конце у вас будет посчитано самостоятельно, сколько у вас суммарные расходы за каталог. Сколько у вас расходы за месяц приблизительные будут, сколько у вас средний расход в день даже посчитаем, сколько у вас средний расход в неделю. То же самое с доходом. Сколько в каталог вы заработали чистыми, честно? Вот все доходы, которые у вас будут. Доходы за месяц, средний доход в день, средний доход в день в день. Ну, здесь неделю. Понимаете, да, вы сразу? И то же самое вот здесь. Как вы видели у меня, вы в конце каталога пишите выводы. Выводы для себя. Что у вас получалось хорошо? На чем нужно работать? Какие у вас выводы за этот каталог? Почему вы заработали? И почему вы недозаработали? И что с вами произошло? И вот здесь вот два важных пункта. Они останутся. А вот этот пункт останется, это сколько денег у вас на руках сейчас есть, которые вы можете тратить. А вот этот пункт, который самостоятельно считается, это неприкосновенный запас. Что делается с неприкосновенным запасом у моих людей? У вас может быть по-другому, если вы надумаете. В конце каталога я захожу и смотрю, сколько у людей должно денег пойти в неприкосновенный запас. Здесь сумма, если формулу посмотрите, 10% дохода. От всего дохода за каталог 10% это неприкосновенный запас. Что делается с неприкосновенным запасом? Все мои люди берут, и каждые эти 10% скидывают мне свои деньги. У меня будут все их деньги, абсолютно все 10%, за которыми я буду наблюдать. Не они, а я. Да, я их могу наебать, это самое важное, что они. Но, как показывает практика, я еще ни на кого не наебал. Но наебать могу, это ладно. Соберу все их деньги и свадеру. Это просто эксклюзивно. Я забираю у них все их деньги, и 10% за них отвечаю я. Сколько им дать на что, если нужно? Куда потратить? Или не отдавать вообще? Самое важное, если этот человек сольется и должен будет кому-то денег, я смогу с помощью этой суммы решить вопросы. Самое главное, если у него будет форс-мажор и пизда в жизни, как у меня, у меня будет запас его денег, которым я могу помочь решить ему вопросы. Понимаете, да, о чем я говорю? А самое веселое, знаете, я вот каждый год, мы едем в Абхазию, мне просто очень нравится в Абхазии, вот это два года было, сейчас третий был. Первый раз в Абхазию, знаете, как мы поехали? Первый раз в Абхазию поехали Маша Колесникова, я, Соня Лапо, Дима Ильченко и Вадим открыл. Дима и Вадим, это у меня за курю ребята были, они как поехали? Они деньги на билеты нашли, а в Абхазии платил за них я, потому что ни денег не было ни хуя, они не успели заработать. Кто-то из них мне даже до сих пор должен бабло и не отдал. Второй раз, когда мы полетели в Абхазию, полетели Маша, я, Настя Голотова, Люда Легастаева, Максим Агишев, Дима Ильиченко, у нас шесть, будь здоров, купить жил. Знаете, сколько я за них заплатил по итогам? Пиздец. Ничего или вообще ничего? Знаете почему? Да, знаете почему? Потому что я каждый каталог у них собирал бабки по косарю или полтора, я не помню, сколько мы собирали. По полтора косаря на эту поездку, понимаете? Вот вы хотите полететь отдыхать, вы заебались. Но если вы не будете откладывать эти 10%, у вас не будет денег. А если вы будете себе откладывать 10% вероятность наема, что можно забрать, типа шоколадку купить. Но здесь я вам деньги не отдам, вот я для своих. То же самое и вышестоящие, кто здесь сидит. Собираете бабки со своим. Вы же сами решаете, с кем с кого собрать. Правда, если вы умеете им управлять, если вы понимаете, что вам будут скидывать по 10%, вы их пролебете на свои нужные? Ну, блядь, наверное, нет. В этом деле нужен ментор. Я могу за себя ответить. Старший, быть может, тоже. Младший, зная структуру сейчас общего, да, структуру общего, с поднятием ручек, что у кого есть долги, хотя бы на 1 рубль. Понимание простое. Еще раз. Деньги на руках, делай с ними что хочешь, 10% в каталог я у тебя забираю. Это мои бабки, я ими распоряжаюсь. Да. 10% получается высчитывается от суммы денег на руках. Нет, от суммы дохода. От всего суммы дохода. То есть если на тот момент, что получается 10% превышает, чем денег у тебя на руках, ты уже все и все и... Ты что делаешь? Я на все подумал. Ты пробиваешь заказ первого дня в каталоге, равноешь учесть объемной скидки, то есть это объемная скидка, то есть это объемная скидка, то есть это очень деньги. Это уже нюанс, не принципиальный. Просто ты отдаешь 10% от дохода к самому высшему стоящему. Все. Вот такие деньги. Алифлейн, ты закидываешь на Алифлейн, получается, допустим, 5 тысяч. Да. Это не расход же? Расход. Это расход. Объясняю. Вот тебе приехал Алифлейн завтра, тебе нужно закинуть 5 тысяч. Ты закидываешь туда 5 тысяч и пишешь вот сюда вот... В доходах за заказы 7. Ты пишешь вот сюда вот в расход 5 тысяч рублей, ровно ту сумму, которую ты закинул. На следующий день ты разнесешь заказы и учитываешь в пищу ту сумму, которую ты получил с этого. Да. Понял? Доход получается 6 тысяч. Но это же нереальный доход. Реальный доход тысяча. Будет реальный, потому что у тебя не будут кредиты и всего остального. Это нюанс. Это нюанс. Ты еще доходный миллион. Ты сначала потратил свои деньги, потом ты вернул свои деньги. В итоге это посчитано. Чистые или нечистые? 5 тысяч. Ты отдал, 6 получил. В итоге сколько? Тысяча. Твой чистый доход, приятно, поеду. Чистый доход тысяча. Все. Там будет внизу тысяча. Может, из 5 тысяч. Ну, понятно, да? Тысяча баллов пробил 50 тысяч. И вот так вот каждый каталог. Главное заполнять кремовые поля. Еще вкладки. Еще раз, в настройках сами пишите, какие варианты дохода вам нужны, чтобы потом не меняйте. И какие варианты расхода у вас есть. Варианты расхода и варианты дохода. И НЗ. Здесь автоматически будет считаться. Сразу же. Ни хера не открывает. Ну, жопа. Что там написано? Здесь написано, сколько у вас денег на руках вообще есть. Здесь написано, сколько денег в НЗ есть вообще. Напишите, кто-нибудь главный создаст диалог, добавит всех, кто у вас есть. Если нужно, я спину презентацию всего мероприятия. И презентацию. И купил таблицу эту. Ну, обычно за это главный дамек. Вы уже дальше как смотрите, как хотите. Понятно? Да. Вот это у меня будут делать мои люди. Это делаю я уже. И это буду делать мои люди. Просто потому, что я понимаю, что большая часть людей сливается из-за одной простой причины. И это причина того, что у них нет денег или большие долги. А мне надоело, что у меня люди в структуре сливаются из-за того, что у них нет денег или у них долги. Вот это вот самое обидное. Потому что это третий момент после созвона и личных встреч, с чем я пришел. Обучение и поддержка. Здесь вопрос. Я вам рассказал про полный контроль бухгалтерии и структуры. Вот эти вот выводы. Мечты. И как с каждым работать? По полному контролю. Вы ведете бухгалтерию. В консультантах вы ведете бухгалтерию и видео. По обучению и поддержке. Доносить, что ваш доход всегда будет равен средней сумме дохода в самых близких людей в вашем окружении. Это всем все понятно. То есть доносить элемент окружения, подхода, понимания и людей, с кем они общаются. Обучать этому нужно, чтобы понимали чувство собственной значимости и принимали технику ЧСН. Пояснять, что по данным исследований журнала Forbes, 90% успешных бизнесменов до того, как они стали успешными, уже была привычка жить в плюс. И в минус жить нельзя. Это то, чему вам нужно обучать своих людей, чего заносить. И обязательно каталожные мастер-классы, встречи по бюджету проводить, чтобы понимать, что, блядь, деньги. Деньги нужно контролировать. Если ты их не контролируешь, то они контролируют тебя. Это вот эти вот азы небольшие, три кита, на которых стоит обучение, сопровождение и поддержка ваших людей. Куда нужно идти. НЗ под свой контроль, я уже сказал, продаем значимость, это то, что я вам сейчас сказал. Забираем по итогам каждого каталога 10% подзаработанной суммы, а распоряжаемся ими верно. Ну, то есть мы тратим это деньги ваших людей. Можете сделать это все время с Димой, чем-то дело все пошло, потому что я перестал контролировать. У него была дебетовая карта, на которую он закидывал деньги. Но карта была у меня, и он хоть деньги не мог тратить. К примеру, да, именно свою, если вы умеете обращаться. Распоряжаться ими верно. Это что касается вот НЗ под свой контроль. Дальше уже вы даете как хотите, смотрите. Закрыть кредит на 15% максимум, зачем я уже лист. Вот эти вот моменты, чтобы не ушел с кредитом, чтобы не отдавал проценты аорику, ну и чтобы деньги были, все хорошо. А если что, раньше закрыть можно? Да, можно раньше закрыть, а он лизит сейчас закрыл. То есть можно с лишних секунд и тоже закрыть? Ну да, это уже поздно будет, задача делать раньше. Первый звоночек. Нет, не то, если у него по нулям, просто взять и закрыть. Да, замечательно, чтобы он не просрался. Последний момент, да, который я хотел вам сказать, я понимаю, он же просто пиздец по затяжке, но коротко и ясно. Про кредит, про то, что рассказываю. То, что это может быть инструмент современного рабства или инструмент свободного. Кто это зарабатывает с помощью кредита очень просто, но это если мой случай, или вы умеете обращаться к деньгам. Совет. Если у вас есть кредитная карта, или у вас есть кредит какой-то, или что-то в этом роде, вы прямо сегодня идете к руководителю, расписываете все вместе с ним, и он управляет вашим кредитом и вашей кредитной карточкой. До тех пор, пока вы сами не сможете жить в плюс, и у вас в формате НЗ не будет больше, чем та сумма, которая есть по кредиту. Брать кредит самому или кредитную карту, чтобы потом получить пизды, это не совсем правильно. Чтобы кредитная карта у вас была для того, чтобы, я не знаю, там, выживать за счет других, это неправильно. Задача и пользоваться правильно. Сделать так, чтобы польза от кредита была больше, чем процент по кредиту. Здесь просто кредиты, да, для потребительских, для людей. Зачем они берут кредиты? Это вот эти вот моменты. Из-за того, что у них бабок нет, купить айфон или какую-нибудь залогу. Есть инвестиционные кредиты, те, которых лучше становится людям. Это не для нас, это для обычных людей. Это на одежду, на технику, которая прям экономит. Для нас кредит – это вот такие вот плюсы и такие минусы. Но, вот эти вот плюсы, они легко переходят в минусы, если не умеют обращаться к кредитной картой или кредитными деньгами. У кого сейчас есть кредит? У кого на этой кредитке минус? Вот у меня тоже минус. У меня там минус 300 косарей. Потому что я вам объяснял посыл. Я забираю все деньги оттуда и использую их на свои нужды. Но помимо того, что я забрал эти 300 косарей оттуда, у меня еще за душой полляма, для того, чтобы я мог погасить и решить какие-то вопросы. Или больше я не смотрел, например, про дебет вам говорит. Посыл в том, чтобы вы могли с этого получать больше плюсов, нежели минусов. Если вы чувствуете, что у вас пиздец, не стесняйтесь подойти к наставнику, к руководителю и сказать, «Блядь, я взял деньги в кредит, теперь у меня их нет, потому что я проебал, не пополучу штраф, аренду и еще какую-то хуйню». Понимаете, да, посыл? И решить с ним этот вопрос, чтобы вы из этой жопы выбирались. Потому что если вы забрались в жопу, это означает, что у вас тогда на это хватило мозгов. Но если вы не можете вылезти сейчас, это означает, что у вас нет мозгов на эту жопу. Поэтому подходим к старшему и решаем вопрос. Если хотите брать в кредит что-то, то это должно быть так, как, например, Олесе сделала. У нее были бабки, она заработала, взяла себе мак, купила. И не за кредит его задал, правильно? Потому что заработала и все хорошо. Я никогда не брал в кредит, но своим людям я действительно советую делать вот это. Правда, мой проект, потому что я не контролирую. Потому что, например, благодаря тому, что у Люды есть ноутбук, который она честно взяла в кредит. Ну, это грязная беременность, мы уже начали поднимать, ну и так далее. У нее работа улучшилась, потому что до этого у тебя какой ноутбук был? Отвертка. Как, блядь? Отвертка, линова. Ну, короче, линова. Не рукойчик. Ну, в общем, такое, да? Работать лучше стало с ноутбуком? Конечно, я же первый день сегодня он забрал. У меня уже люди записываются на собеседу. Понимаете? Вот это вот инвестиционный кредит. Хорошо. Айфон? Айфон, да. Лучше с ним стало? Ну, конечно, кто-то не работал. Хорошо. У тебя айфон тоже взял? Как ты за нами видишь? Да, да. Ну, вот мак, почему вот будет так? Давай так, с айфоном отлично? Отлично. Как тебе айфон-то? Я стал брать руку. Я стал брать руку, ты боишься брать, но уже я. В общем, он садился в нас просто. Не, не может взять руку, да. Серьезно, в отдыху у меня был, когда-то попался на настройке, у меня был айфон, там, уже кирпич в месяц, наверное, где-то. Я боялся в офисе брать. Короче, да я вам говорю, как человек, который лично из подписания договора проводил, выкладывая Nokia 12.00, вот сюда, у меня тогда был. Ну, ты просто, те люди приходят, айфон пятый, аккуратно кладут, и берешь, ну, ты что, долбоеб, берешь айфон и делаешь, ну, какой айфон, как он? 12.00, а с фонариком. Вот так вот, и ты понимаешь, кто здесь батя, у кого банды. Потом ты начинаешь так же с айфонов, а сейчас, но это другая история. Когда ты берешь вот это вот в кредит для работы, это правильно. Не забывай отдавать эти деньги за это деньги и контролировать это. А если ты взял в кредит, и ты понимаешь, что 2000 в месяц ты не сможешь отдать, потому что у тебя нет вопла, все идет по пизде. Понимаете? Здесь нужно думать головой. Кто поможет в том, чтобы думать головой? Это вы сами. Или ваши люди. Или ваши, не ваши люди, а ваши наставники, руководители. Итоги. Найти ментора для денег? Старшим. Найти, кто старший за структуру. Найти ментора для ваших денег. Или для денег вашей структуры. Кто это такой? Это человек, у которого есть бабло. Человек, который не приведет ваше бабло и не будет собирать у вас 10% просто чтобы покрыть свои, блядь, кредиты. Понимаете? Веселуха, да? Прикольно. Супер. Ты ментор как будто, ты забираешь свои деньги в бабло и сам перекрываешь свои деньги. Замечательно, круто. Мотивация для всего. Каждому нужен ментор. Для того, чтобы найти ментора, пообщайтесь с ним, айти в доверии, чтобы он вам показал хотя бы его деньги, блядь. Чтобы вы увидели, что у него есть бабло. Чтобы вы это найти, мы не просто так вот проявили. Плюс этому человеку вы должны доверять, плюс этот человек должен быть точно проверен, чтобы он вас не кинул. С вашей любви просто в указательном темпе говорите. Здесь 10% давали, иди нахуй. Понимая то, что если он пойдет нахуй, будет лучше. Потому что если он не пойдет нахуй, и не будет 10% подавать, у него появятся долги, либо будет пиздец, он идет отсюда и будет записан в пидорас. Найти ментора для денег. Второй путь. Договориться с ним о контроле. О правилах. Поставить заранее правила, при каких условиях 10% можно отдать. Ментор не забирает все из вашей заработки. Он забирает 10%. Весь ваш заработок, который у вас остался на руках, и то-го, вы можете тратить сами куда угодно. Я бы на вашем месте это тоже отходил. Третий момент. Контролировать свои деньги. То есть вы ведете бухгалтерию по себе, и у вас есть человек, которому вы скидываете бабу. Вот вам посыл работы с ними. Вот вам посыл работы. Я понимаю, что вы заебались за все это время, но я уже кончаю. Пиздец. Ну, на Радуске мы 12 заканчиваем. Нормально. Четвертая. Контролировать деньги своих людей. Это поступка. Ну, ничего страшного. Долго, не быстро, как говорится. Да. Лучше перевздить, нежно. Правильно, правильно говорится. Да, вот правильно, правильно говорится. Кто не любит сказки? Кроме сказки. Контролировать деньги своих людей. Четвертая. Входим ментора. Договоримся о контроле. Контролируем свои деньги. Два раза повторяю. Главное. Деньги вверхи, это конечная цель. Да, это то, что я с начала. Не нужно зарабатывать деньги, чтобы зарабатывать... Не нужно зарабатывать деньги, нужно зарабатывать на мечту. Вот это очень важно. Вы сейчас в HG-у не для того, чтобы деньги зарабатывать. В HG-у, вы здесь, для того, чтобы реализовать свою мечту. Какая у вас там мечта? Желательно отойдите от классики. Большой черный джип, квартира, пульти, фэнк. Я не могу сказать, что я не буду. Я не могу. Не было никогда мечты большой черный член, да? А белый уже не подходит, да? Я правда, что у меня не было, но почему-то думают. Почему мальчиков спрашивают, а не девочек? У тебя чё-то же есть. Ну а куда откройте шкафчик? Я уже видел вас. Нужно зарабатывать деньги. Нужно зарабатывать на мечту. Это важно. Подумайте. Если у вас не цели, блядь, сформулируйте, сука. Возьмите ебливый фантус, про который я вам сказал. Фантус, да. Фантус. Постой, постой. Третий момент. Деньги – доказательство профессионализма. Вы нихуя не профессионалы, а кучка долбоёвов. Я предводитель этого стада. Если у вас, вам мало платят, понимаете, да? Деньги – доказательство профессионализма. Чем больше тебе платят, тем больше ты профессионал. Хули тебе рассказывать про бизнес, если у меня ни хера за бизнеса нет. И нет ни структуры, ни пассивного дохода, ни бабла в кармане. Ты не профессионал, если у тебя нет бабла. Деньги – доказательство того, что ты в этой ниже профессионал. Нахуй ты учишь человека раздавать каталоги, если ты сам неправильно умеешь? Как ты учиться? Научишься раздавать. Хули ты расскажешь за рекрутирование, если у тебя, блядь, за всё время работы было два человека, и то, блядь, ты их купил. Нахуя? За что ты будешь рассказывать? Как ты будешь учить структуру? За какой бизнес ты будешь рассказывать на бизнес-тренинги, либо на презентацию? Когда у тебя от бизнеса только название того, что Артём сказал, что ты долбоёв, если у тебя нет бизнеса, если что-нибудь в этом роли. Доказательство того, что вы профессионал – это деньги, которые у вас есть. По меркам ASG, вы профессионал ровно на ту сумму, блядь, которую вы написали в тот момент, когда я просил написать, сколько у вас денег сейчас есть от ASG. Вот насколько вы профессионал. Вот, блядь, весь профессионализм. Нахуя надо, я не понимаю. Поэтому поймите, что доказательство профессионализма – это деньги, которые у вас есть. Ещё же, проблем с деньгами нет, если ведётся учёт, это коротко, подводя итог к тому, чего я говорю. Ведёте учёт сами, контролируйте своими людьми. Стоит более высокая цель, то есть, когда у тебя не деньги, а какая-то более высокая цель, деньги начинают зарабатываться очень быстро. Это бумажка обыкновенная. А когда высокая цель, всё становится хорошо. Ну и, наконец, да, итоги, да, проводка в будущее. Когда я к мастер-классу много готовился, да, всё уже, мы закончили, можно идти бухать. Кончая сегодняшнюю историю, я когда готовился к этому мастер-классу, проводил на своих ребятах, рассказывал о том, какой уйсос в плане денег, потому что мне было страшно рассказывать о том, как я уходил в минус 300, в минус пол, в лямо, в этом огромные цифры. В некоторых моментах, да, мы лучше даже бы и не знали, когда я уходил в плюс, потому что можно показаться, что кто-то долбоёк решал, это, конечно, не духовой обогон, а долбоёк, я называю, нас ещё идиотом. Идиот называют ещё самым главным предводителем, и мы делаем столстан о себе. Я вот думал, чего дальше, я приведу мастер-класс, чего дальше. Я вам сказал, что делать, ментор найти, таблица у вас будет, мастер-класс у вас будет. А потом, ну, ничего же не бывает при том, обстоятельстве, что у тебя нет пчелами. Вот я очень долго пытался вернуть Лизу Бойкову в систему, потому что она девочка хорошая, тоже вот, посиди. Потому что она реально хорошая, мне пока это... У меня никак не получалось всё вернуть, до сих пор, пока она сама не захотела. Она сама вернулась, сама сделала, там, это ещё балл, я просто был рядом где-то, просто на созвоне, просто чё-то переделка, телефон, и всё. Но она сама это сделала, сама захотела, ничего сильного не приложила, никаких супер усилий, только встречи со злом. Я то же самое захотел сделать с Димой Яченко, но у меня не получилось. Просто потому что я начал, я сделал всю инициативу, которая от меня нужна, но у неё желания нет. Без желания ни хера не будет. Бухгалтерия так же, если вы не хотите управлять деньгами, у вас ничего не будет. А если вы захотите, я хочу, чтобы вы были как он. Это ребёнок. Я думала, так чего. Ну нет, я хотел сначала свою фотку, но потом подумал, пиздец, это уже всё. Как вот этот парень, или как любой другой на его месте, как ребёнок. Помните, когда вы были мёрткими? Помните, что с вами было? Вас хуй чего остановило бы, если бы вы чего-то захотели? Помните? Я в три года решил переплыть Ладожское озеро, так я, блядь, пошёл нахуй в комбинезоне, меня еле спасли, блядь. Я не помню этого мне рассказывать. На фотографии есть. Я уже тонул, но я дальше шёл, понимаете? Не хотелось, но я думал, дойду мог в это время. Наверное, я так думал, я не знаю. Просто у вас должно быть какое-то дебильное детское желание. Понимаете? Желание чё-то делать. Потому что когда ты мелкий, ты чё-то хочешь, ты ночью, когда тебе сказали спать под одеялом, блядь, с фонариком, что ты делаешь, смотришь, как это, блядь, работает, вот артем, зачем, почему, блядь. Ну, вспомните это на себя. Когда ты мелкий, когда ты ешь песок, ты думаешь, блядь, это нереально, мне сказали, что я буду летать, но я песко, это волшебный будет. Начинаешь это делать, тебе реально истинное желание есть. Я просто так делаю. Ты выходишь гулять такой, радуешься этому блядскому солнышку, такой радуешься, орёшка, идишь в час, выходишь, говоришь, солнце, блядь, жарко, блядь. Вспомните, если вы хотите добиться результата в плане, по плану, нужно довести как он. Улыбаться даже дождью, бегать по дождю, по луже. Если вы хотите добиться результата в этих своих групп, нужно кайфовать от процесса. Но очень сложно кайфовать, когда у тебя с душой минус бабки. Очень сложно. Поэтому, наконец, желаю вам выйти из минуса, если он есть. И второе, сделать так, чтобы никогда в жизни люди, ваших людей, не знали такое, что минус может уйти в этот целый. И наша с вами задача пропагандировать здесь бизнес, перспективы, бездатый внешний вид, бездатые тачки, айфоны и всё остальное хуйню. Но если мы не научимся разбираться с бухгалтерией, всё это будет играть в детский сад до какого-то времени. До лет сорока, пятидесяти. Понимание того, что, блядь, я играю в детский сад. За душой нихуя. И момент простой. Начните зарабатывать большие папки, чтобы мотивировать меня, мотивировать других людей на рост, на сильное развитие, как это делают другие люди. И один простой, простой, но очень важный совет. Делайте с душой. Научитесь искать для себя вот этот вот соус для курочки, блядь, который вам поможет. Как я в своё время, жрав эту курочку, думал, что это полезно, потому что она мне уже не нравилась нахуйя. Если вам не нравится, найдите соус, замену. Сделайте какую-то, которая вам поможет сильно стабильным в плане бабла. Ну и я последнее, что хочу сказать. Никогда не забирайтесь в ту хуйню, в которую забирался я. Просите помощи, кричите, орите, блядь. Но не нужно тонуть, просто потому что стыдно. Потому что, как показывают данные, и так далее, и статистика, люди тонут не из-за того, что не умеют плавать, а из-за того, что, блядь, они боятся попросить помощи. Не верите, забудьте. Поэтому просите помощи, если она вам нужна. Успехов вам, финансированные, и надеюсь, в конце концов, лет через 10 мы с вами все приедем, блядь, на желтых, на устройствах, чтобы сказать, чтобы все зубить. До новых встреч.